Анна Ахматова, те же неизбежные глаза. Она притягивала к себе странные сближения, невероятные совпадения. 11 по старому стилю 23 июня 1889 года на Хрустальной улице в дачном предместе Одессы она появилась на свет. В 1900 поступила в Мариинскую женскую гимназию в Царском селе. Там она проводила зимы, а лето – в Крыму. Но гимназию окончила в Киеве, где в пятилетнем возрасте неподалеку от Мариинского же дворца нашла булавку в форме лиры, и няня сказала, что девочка будет поэтом. Ее отцом был флотский инженер-капитан Андрей Антонович Горин. Ее считали украинкой за фамилию, что досталась от прадеда, черноморского казака. Хотя большую часть жизни она прожила в мрачнейшей из столиц. Писала по-русски и лишь немного занималась переводами Павла Усенко и Ивана Франка. На вопрос, трудно ли писать стихи, отвечала. Или их кто-то диктует, и тогда совсем легко, а когда не диктует – просто невозможно. И медленно от нас уходят тени, которых мы уже не призываем, возврат которых был бы страшен нам. И раз, проснувшись, видим, что забыли мы даже путь в тот дом уединённый, и, задыхаясь от стыда и гнева, побежим туда, но, как во сне бывает, там всё другое. Люди, вещи, стены, и нас никто не знает. Мы чужие. Мы не туда попали, Боже мой… Равнодушная к своей бесславной славе, однажды она призналась подруге, что в Стокгольме не исключают её награждения Нобелевской премией. «Стокгольм! Какая провинция?» – отозвалась та. Об этом пишут в Париже и Нью-Йорке, несколько обескураженная она приняла скопаться в сумочке. «Париж, Нью-Йорк – всё-всё провинция. Не провинциальна одна только Библия», – философски заключила подруга. Они подружились во время эвакуации в Ташкенте. Подруга была настоящим философом – Фаиной Раневской. И вот, когда горчайшее приходит, мы сознаём, что не могли б вместить то прошлое в границы нашей жизни, и нам оно почти что так же чуждо, как нашему соседу по квартире, что тех, кто умер, мы бы не узнали, а те, с кем нам разлуку Бог послал, прекрасно обошлись без нас. И даже всё к лучшему – северные элегии. Переломным событием двадцатого века стал революционный 1917 год. Для одних это было восстание грозного прошлого, преодоление которого означало спасение. Для других – освобождение будущего. Для Анны Андреевны Ахматовой и многих её современников – неизбежность настоящего. Провидение. Рок. Судьба. Высокомерьем дух твой помрачён, и оттого ты не познаешь света. Ты говоришь, что вера наша Соны Марьева – столица эта. Ты говоришь, моя страна грешна, а я скажу, твоя страна безбожна. Пускай на нас ещё лежит вина, всё искупить и всё исправить можно. Вокруг тебя и воды, и цветы, Зачем же к нищей грешнице стучишься? Я знаю, чем так тяжко болен ты. Ты смерти ищешь и конца боишься. Первое января 1917 Слепнёва Муза-сестра заглянула в лицо. В сущности никто не знает, в какую эпоху он живёт, каким опытом будет знаменательна его жизнь, какой славой или недугом порадует или разобьёт история. Не знает даже поэт, хотя прежде других прозревает неизбежность. Ведь именно эстетический факт в его стихотворной форме, преодолев темпоральную смысловую ограниченность слова, сохраняет свою ценность на все времена. В 1905 году Инна Эразмовна Горенко в девичестве Стогова развелась с мужем, забрала детей и переехала в Евпаторию. Дети были склонны к туберкулёзу, а климат Крымского полуострова как нельзя более подходит для лечения и профилактики тяжёлого заболевания. Курс предпоследнего класса в гимназии Анна проходила дома в отрезанном от мира приморском городке, куда отзвуки революции 1905 года доходили глухо. Юная поэтесса тосковала по царскому селу и писала по её словам великое множество беспомощных стихов. Я родилась в один год с Чарли Чаплиным и Крейцеровой сонатой Толстого, Эйфелевой башней и, кажется, Элиотом. В это лето Париж праздновал столетие падения Бастилии 1889. В ночь моего рождения справлялась и справляется древняя Иванова ночь 23 июня, мидсаммер найт. Назвали меня Анной в честь бабушки Анны Егоровны Матавиловой. Её мать была чингизиткой – татарской княжной Ахматовой, чью фамилию, не сообразив, что собираюсь быть русским поэтом, я сделала своим литературным именем. Родилась я на даче Соракинь – большой фонтан, 11-я станция Поровичка, около Одессы. Дачка эта, вернее избушка, стояла в глубине очень узкого и идущего вниз участка земли, рядом с почтой. Морской берег там крутой, и рельсы Поровичка шли по самому краю. Когда мне было 15 лет, и мы жили на даче в Луздорфе, проезжая как-то мимо этого места, мама предложила мне сойти и посмотреть на дачу Соракинь, которую я прежде не видела. У входа в избушку я сказала «Здесь когда-нибудь будет мемориальная доска». Я не была тщеславна. Это была просто глупая шутка. Мама огорчилась. «Боже, как я плохо тебя воспитала!» – сказала она. Анна Мехматова, про Домосуа У самого моря Бухты изрезали низкий берег, Все паруса убежали в море, А я сушила солёную косу, Заверстула от земли на плоском камне. Ко мне приплывала зелёная рыба, Ко мне прилетала белая чайка, А я была дерзкой, злой и весёлой, И вовсе не знала, что это – счастье. В песок взрывало жёлтое платье, Чтоб ветер не сдул, не унёс бродяга, И уплывала далеко в море, На тёмных, тёплых волнах лежала. Когда возвращалась, маяк с востока Уже сиял переменным светом, И мне монаху ворот Херсонеса Говорил, «Что ты бродишь ночью?» Ей суждено было отмечать В июне рождение, в декабре крещения, в феврале День Святой Великомученицы Анны. Каждое лето с 1896 по 1903 год Анна проводила под Севастополем, на берегу Стрелецкой бухты, И там подружилась с морем. Семья жила около древнего Херсонеса, Самого сильного её впечатления, Которое спустя девять лет лихнуло поэму «У самого моря». Говорить о детстве легко и трудно. Благодаря его статичности его очень легко описывать, но в это описание слишком часто проникает слащавость, которая совершенно чужда такому важному и глубокому периоду жизни, как детстве. Кроме того, одним хочется казаться слишком несчастными в детстве, другим слишком счастливыми. И то и другое обычно вздор. Детям ни с чем сравнивать, и они просто не знают, счастливы они или несчастны. Как только появляется сознание, человек попадает в совершенно готовый и неподвижный мир. И самое естественное – не верить, что этот мир некогда был иным. Эта первоначальная картина навсегда остаётся в душе человека. И существуют люди, которые в неё и верят, кое-как скрывая эту странность. Другие же, наоборот, совсем не верят в подлинность этой картины и тоже довольно нелепо повторяют. Разве это был я? Анна Ахматова про Дома Суру Знали соседи, я чую воду, и, если рыли новый колодец, звали меня, чтоб нашла я место, и люди напрасно не трудились. Я собирала французские пули, как собирают грибы и чернику и проносила домой в подоле – осколки ржавые, бомб тяжёлых. И говорила сестре сердита, – Когда я стану царицей, выстрою шесть броненосцев и шесть канонерских лодок, чтобы бухты мои охраняли до самого Фиолента. А вечером перед кроватью молилась в тёмной иконке, чтоб град не побил черешин, чтоб крупная рыба ловилась, и чтобы хитрый бродяга не заметил жёлтого платья. Начальные строки поэмы навеяны итальянскими стихами Александра Блока. С ней уходил я в море, С ней забывал я берег. Она услышала. Бухты изрезали, Все паруса убежали в море Об этом свидетельствуют записанные книжки Анны Ахматовой. Эти ритмические повторы Блока, как ветер с моря, В перекличке с языческим детством лирической героини у самого моря. Языческое детство. В окрестностях этой дачи – Отрада, Стрелецкая бухта, Херсонес, Непосредственно отсюда античность, эллинизм. Я получила прозвище «Дикая девочка», потому что ходила босиком, бродила без шляпы и т.д. Бросалась с лодки в открытом море, купалась во время шторма и загорала до того, что сходила кожа и всем этим шокировала провинциальных севастопольских барышей. Однако в царском селе она делала все, что полагалось в то время благовоспитанной барышней. Умела, сложив по форме руки, сделать реверанс, учтиво и коротко ответить по-французски на вопрос старой дамы, говела на страстной в гимназической церкви. Изредка отец брал её с собой в оперу в гимназическом платье, в Мариинский театр ложа. Бывала в Эрмитаже, в музее Александра Третьего и на картинных выставках, весной и осенью в Павловске на музыке, вокзал, музеи и картинные выставки, зимой часто на катке, парке. В царско-сельских парках тоже античность, но совсем иная, статуя. Читала много и постоянно. Большое, по-моему, влияние на неё оказал тогдашний властитель Дум Кнут Гамсун в загадке и тайне. Пан Виктория меньше. Другой властитель Ипсен училась в младших классах плохо, потом хорошо, в гимназии всегда тяготилась, в классе дружила только с Тамарой Костылевой, с которой не пришлось больше встретиться в жизни. Бухты изрезали низкий берег, дымное солнце упало в море, вышла цыганка из пещеры, пальцем меня к себе поманила. Что ты, красавица, ходишь, босса? Скоро весёлой, богатой станешь. Знатного гостя жди до Пасхи, знатному гостю кланяться будешь, ни красотой твоей, ни любовью песней одною гостя приманишь. Я отдала цыганке цепочку и золотой крестильный крестик, думала радостно. Вот он, милый, первую весть о себе мне подал. Поэма была написана в 1914 году в Слепнёве, имении матери Николая Степановича Гумилёва, где Анна простила со своей херсонесской юностью, с дикой девочкой и узнала железный шаг войны. Там же по плану, намеченному проведению, были сочнены ещё полторы сотни стихов эстетических фактов её бытия. В семье никто, сколько глаз видит кругом, стихи не писал, только первая русская поэтесса Анна Бунина была тёткой моего деда Эразма Ивановича Стогова. В Стогову были небогатые помещики Можайского уезда Московской губернии, переселённые туда за бунт при Марфе Посаднице. В Новгороде они были богаче и знатнее. Моего предка хана Ахмата убил ночью в его шатре подкупленный убийца и этим, как повествует Карамзин, кончилась на Руси монгольская ига. В этот день, как в память о счастливом событии, из Сретенского монастыря в Москве шёл крестный ход. Этот Ахмат, как известно, был чингизидом. Одна из княжён Ахматовых, Прасковья Егорова, в XVIII веке вышла замуж за богатого и знатного симбирского помещика Мотовилова. Егор Мотовилов был моим прадедом. Его дочь Анна Егоровна – моя бабушка. Она умерла, когда моей маме было девять лет, и в честь её меня назвали Анной. Из её ферроньерки сделали несколько перстней с бриллиантами и одно с изумрудом, а её напёрсток я не могла надеть, хотя у меня были тонкие пальцы. Записные книжки Анны Ахматовой Были мы с сестрой однолетки. И так друг на друга похожи, что маленьких нас различала только по родинкам наша мама. С детства сестра ходить не умела, как восковая кукла лежала. Ни на кого она не сердилась и вышивала плащеницу, бредила даже во сне работать. Слышала я, как она шептала, – Плащ Богородицы будет синим. Боже, апостолу Иоанну жемчужин для слёз достать мне негде. «Херсонес – главное место в мире, и я последняя херсонитка», – думала она, находя осколки древнегреческого поселения. Когда девочке было семь лет, она прямо так сверху нашла кусок мрамора с греческой надписью. Ей заплели косу, обули и повели дарить его в музей. «Вы и представить себе не можете, каким чудовищем я была в те годы», – вспоминала её слова Лидия Корнеевна Чуковская. «Вы знаете, в каком виде тогда барышни ездили на пляж. Корсет, сверху лифт, две юбки, одна из них – крахмальное и шёлковое платье. Наденет резиновую туфельку и особую шапочку, войдёт в воду, плеснёт на себя и на берег». И тут появлялось чудовище. Я в платье на голом теле, босая. Я прыгала в море и уплывала часа на два. Возвращалась, надевала платье на мокрое тело. Платье от соли торчало на мне колом. И так, куда латая, мокрая, бежала домой. Дворик зарос лебедой и мятой, Ослик щипал траву у калитки, И на соломенном длинном кресле Лена лежала, раскинув руки, Всё о работе своей скучала. В праздник такой грешно трудиться, И приносил к нам солёный ветер из Херсонеса Звон пасхальный. Каждый удар отдавался в сердце, С кровью по жилам растекался. – Леночка, – я сестре сказала, – Я ухожу сейчас на берег. Если царевич за мной приедет, Ты объясни ему дорогу. Пусть он меня в степи нагонит. Хочется на море мне сегодня. – Где же ты песенку услыхала, Ту, что царевича приманят? Глаза приоткрыв, сестра спросила. – В городе ты совсем не бываешь, А здесь не поют такие песни. К самому уху её, склонившись, Я прошептала – Знаешь, Лена, ведь я сама придумала песню, Лучше которой нет на свете, И не поверила мне, и долго, Долго с упрёком она молчала. Песня, молитва и любовь – мотивы лирики молодой Ахматовой. Ожиданием любви, как вхождение в сад сквозной, осенний, нежный, проникнута фабула первой поэмы. Много позже она признается, Что успеть записать одну сотую того, что думается, Было бы счастье. Многое из прошлого настолько окаменело в памяти, Что могло исчезнуть только вместе с поэтом. «Бог мой, как я стара, Я ещё помню порядочных людей», – восклицала её подруга. Первое стихотворение я написала, когда мне было одиннадцать лет. Оно было чудовищным, но уже раньше отец называл меня почему-то декадентской поэтессой. Кончать мне пришлось, потому что семья переехала на юг уже не царско-сельскую гимназию, а киевскую фундуклеевскую, в которой я училась всего один год. Потом я два года училась на киевских высших женских курсах. Всё это время, с довольно большими перерывами, я продолжала писать стихи, с неизвестной целью ставя над ними номера. Как курьёз могу сообщить, что, судя по сохранившейся рукописи, песня «Последней встречи» – моё двухсотое стихотворение. Ахматова про дома Сова. Стихотворений, написанных в одиннадцать лет, разумеется, не сохранилось. Но отставной инженер-капитан второго ранга Андрей Антонович Горенко, несомненно, был прав. Ненарочно, шутя, он разглядел в дочери декадентскую поэтессу. Музе Муза-сестра заглянула в лицо, взгляд её ясен и ярок, и отняла золотое кольцо – первый весенний подарок. Муза, ты видишь, как счастливы все девушки, женщины, вдовы лучше погибнут на колесе, – только не эти оковы. Знаю, гадая, и мне обрывать нежный цветок Маргаритку. Должен на этой земле испытать каждый любовную пытку. Жгу до зари на окошке свечу и ни о ком не тоскую, но не хочу, не хочу, не хочу знать, как целуют другую. Завтра мне скажут, смеясь в зеркала, – взор твой не ясен, не яро. Тихо отвечу, она отняла Божий подар. 10 октября 1911. Царское село Первая публикация поэмы «У самого моря» состоялась в 1915 году в третьем номере журнала «Аполлон», редактором отдела поэзии которого в 1909-1914 годах был Гумилёв. Самое замечательное в поэзии Ахматовой – стилистик. Гумилёв полагал, что в стиле Бог показывается из своего творения. Поэт даёт самого себя. Такова Ахматова. Она почти никогда не объясняет, она показывает. Достигается это и выбором образов, очень продуманным и своеобразным, но главное – их подробной разработкой. Эпитеты, определяющие ценность предмета, как то – красивый, безобразный, счастливый, несчастный и т. д. встречаются редко. Гумилёв был представителем новейшей критики. Непонятной большинству русских читателей предшествующего столетия, почитал честных народников просто навозом и полагал, что современность принадлежит декадентам. Царскосёлу Эриху Галербаху он говорил. Знаете, ещё не так давно было два рода критиков. Одни пили водочку, пели Гаудаамус Игетур и презирали французский язык. Другие читали Малермея, Метерлинка, Верлена и ненавидели первых за грязное бельё и невежество. Так вот, честные народники – просто навоз, сейчас уже никому не нужны. А из якобы прогнивших декадентов вышла вся сегодняшняя литература. У самого моря Солнце лежало на дне колодца, Грелись на камнях скалопендры, И убегало перекати поле, Словно паяц горбатый, кривляясь. А высоко взлетевшее небо, как Богородицин плащ, синело. Прежде оно таким не бывало. Лёгкие яхты с полдня гонялись, Белых бездельниц столпилось много У Константиновской батареи. Видно, им ветер нынче удобный. Тихо пошла я вдоль бухты к мысу, К чёрным, разломанным, Острым скалам, пеной покрытым В часы прибоя, и повторяла новую песню. Знала я, с кем бы царевич ни был, слышит он голос мой, Смутившись. И оттого мне каждое слово, как Божий подарок, Было мило. Первая яхта не шла, летела, И догоняла её вторая, А остальные едва меднелись. Отдельным изданием поэма вышла в 1921 году в петроградском издательстве «Алконост». Вызванная к жизни стихами Блока произведения декадентской поэтессы, породила ещё одну художественную идею. Девочку Ассоль в романе «Феерия» Александра Гринала и «Паруса» – это 1923 год. Светлая вера, которая в торжество детской мечты Не разбивается о прибрежные скалы. Иное в поэме, предвещающей конец безоблачной юности В канун поминальных дней. Как я легла у воды, не помню, Как задремала тогда, не знаю, Только очнулась и вижу парус, Близко полощется. Передо мною по пояс стоя В воде прозрачной Шарит руками старик огромный В щелях глубоких скал прибрежных, Голосом хриплым зовёт на помощь. Громко я стала читать молитву, как меня маленькую учили, Чтоб мне страшное не приснилось, чтоб в нашем доме Бед не бывало. Только я молвила, ты, хранитель, вижу, В руках старика белеет что-то, и сердце моё застыло. Вынес моряк того, кто правил Самой весёлой крылатой яхтой И положил на чёрные камни. Престяжная косила глазом И классически выгибала шею, вспоминала она. Стихи шли легко, свободной поступью. Я ждала письма, Которое так и не пришло. Никогда не пришло. Я часто видела Это письмо во сне. Я разрывала конверт, Но оно или написано На непонятном языке, или я слепну. Анна Ахматова продоносла. Старый эйх, тогда ещё юный литературовед Борис Михайлович Эхенбаум полагал, что поэма – скорее свод ранней лирики, чем самостоятельный эпос. В ней недаром повторяется целый ряд слов и стилистических деталей, знакомых по её лирическим сборникам, вышедших к 1915 году. И хотя белый стих Ахматовой звучит с автобиографической убедительностью, Эхенбаум настаивал, что автобиографические намёки, попадая в поэзию, перестают быть личными и тем дальше отстоят от реальной душевной жизни, чем ближе её касаются. Придать стихотворениям конкретно биографический и сюжетный характер – это художественный приём, контрастирующий с абстрактной лирикой символистов. Лицо поэта в поэзии – маска. Чем меньше на нём грима, тем резче ощущение контраста. Получается особый, несколько жуткий, похожий на разрушение сценической иллюзии приём. Эхенбаум, Анна Ахматова, Опыта Майсна Долго я верить себе не смела. Пальцы кусала, чтобы очнуться. Смуглый и ласковый мой царевич тихо лежал и глядел на небо. Эти глаза зеленее моря, и кипарисов наших темнее. Видела я, как они погасли. «Лучше бы мне родиться слепою!» – он застонал и невнятно крикнул. – Ласточка, ласточка, как мне больно! – Верно, я птицей ему показалась. «Эстетический факт – это форма, только форма», – утверждал итальянский неогигельянец Бенедетто Кротчер. Искусство виделось ему высшей формой интуитивного познания, создаваемого фантазией и порождающего образа. В совершенном поэтическом произведении все моральные и житийские проблемы перерабатываются на языке образов в эстетические. И, что самое поразительное, находят своё пусть оправдано исключительно художественными средствами решение. А можно ли их решить по-другому – на основании опыта, логики или, скажем, науки? Позитивисты, экономисты, честные народники и революционеры уверяли, что да. Только практическое применение, с их точки зрения, могло свидетельствовать об истинности социальной теории и возможности её осуществления. Впрочем, как и об ошибочности, в чём они были абсолютно уверены – чистого эстетизма. Эстеты какие-то французы в манжетах между тем не скрывали, что практика может оказаться столь же обманчивой, как и целая жизнь одного, другого, третьего не самых необразованных поколений. И полагали, что в свете критерия полноценности поэзии любую духовную деятельность следует гармонически подчинить художественной интуиции. Думали нищие мы, нету у нас ничего, а как стали одно за другим терять, так сделался каждый день поминальным днём. Начали песни слагать о великой щедрости Божьей, да о нашем бывшем богатстве. 1915. Из песни слова не выкинешь. Измените в поэме несколько стров, и это будет иная поэма. Тождество произведения с самим собой – порой единственный положительный критерий литературной критики. По мнению Крочи, именно это изначальное тождество обусловливает познание неповторимого лирического своеобразия произведений искусства. Лиризм, как замысел абсолютного духа, итальянский философ находил даже в архитектуре. Автору манифеста антифашистской интеллигенции и основателю Института исторических исследований в своем доме в Неаполе казалось было известно, что живо и что умерло в философии Гегеля к началу прошлого века. В 1914-м же, к моменту написания поэмы «У самого моря» Гумилёв отнесся к стихотворному опыту Ахматовой как к безусловному эстетическому факту и даже просил посвятить поэму ему. «Белые стихи писать труднее, чем в рифму», – сказала она, – и поэму никому посвящать не стала. Все души милы на высоких звёздах. Как хорошо, что некого терять и можно плакать! Царскосельский воздух был создан, чтобы песни повторять. У берега серебряная ива касается сентябрьских ярких вод. Из прошлого восставший молчаливо ко мне навстречу тень моя идёт. Здесь только лир повешено на ветки, но и моей как будто место есть, а этот дождик солнечный и редкий – мне утешенье и благая весть. Осень 1921-го. Царское село. В сущности никто не знает, в какую эпоху он живёт. Так и мы не знали в начале десятых годов, что жили накануне Первой Европейской войны и Октябрьской революции. Увы. С конца 19-го века меньше всего изменилась одежда и больше всего способы передвижения. Человек, в особенности бедно одетый, может кое-как надеть костюм и пальто девяностых годов, но выехать в шарабане вместо Победы или Москвича невозможно. Мне было десять лет, и мы жили одну зиму в доме Дауделя, угол Средней и Леонтьевской в Царском селе. Живший где-то поблизости гусарский офицер выезжал на своём красном и дикого вида автомобиле, проезжал квартал или два, затем машина портилась и извозчик вёз его с позором домой. Тогда никто не верил в возможность автомобильного и тем более воздушного сообщения. Когда в прошлом году ставили в кино «Горьковскую мать», никому не пришло в голову справиться, как в самом деле одевались участницы революционного движения того времени и нарядили их в парижские модельки шестидесятых, кажется, годов. Очень интересно было бы посмотреть, как барышня в таком же виде пришла бы агитировать рабочих и что бы они ей сказали. Я пробовала протестовать, но Алёша Баталов, который проиграл Павло, только рукой махнул. – Ну, это вы одна, помните. – Почему я одна? Ахматова про дома сува. – Срезневский говорил, – рассказывала она, провожая подругу до двери коммунальной квартиры. – Такие маленькие ручки, что на них нельзя надеть наручники. А вот и надели. И не на руки только, а на всю мою жизнь. Лидия Корнеевна Чуковская. Записка об Эдине Ахматовой. 2 июля 1960 года. В сумерки я домой вернулась. В комнате тёмной было тихо. И над лампадой стоял высокий узкий малиновый огонёнчик. – Не приходил за тобой, царевич, – Лена сказала, шаги услышав. Я прождала его до вечерней и посылала детей на пристань. – Он никогда не придёт за мною. Он никогда не вернётся, Лена. Умер сегодня, мой царевич. Долго и часто сестра крестилась. Вся, повернувшись к стене, молчала. Я догадалась, что Лена плачет. Слышала я над царевичем пели «Христос воскресе из мёртвых». И несказанным светом сияла круглая церковь. Смуглый отрок бродил по аллеям. Интуиция слепа. Разум одалживает весь свои глаза. Даже итальянский интеллектуал Бенедетта Крочи, в учении которого логическое развитие выводилось как следующее из интуиции ступень превращения духа, не сомневался в её слепоте. Философ был уверен в абсолютно духовной природе социальной реальности, интерпретируя духовное как продукт истории, связанный с волей и деяниями людей. Документы критика, жизнь мысль – вот истинные источники истории, иными словами элементы исторического синтеза, и в качестве таковых они не предшествуют истории или синтезу, как резервуар, к которому историк спешит со своим ведром, а заложены внутри истории, внутри синтеза, как ими созданные и их созидающие. Истинный смысл исторического познания нельзя постичь, если не отталкиваться от того принципа, что сам дух и есть история, что в каждый отдельный момент он и творит историю, и сотворяется ею, т.е. несёт в себе всю историю и совпадает в ней с самим собой. Бенедеда Кротче. Теория и История Историографии Нам свежесть слов и чувства простоту терять не только что живописцу зренье или актёру голос и движенье, а женщине прекрасной красоту. Но не пытайся для себя хранить тебе дарованное небесами. Осуждены, и это знаем сами, мы расточать, а не копить. Иди один и исцеляй слепых, чтобы узнать в тяжёлый час сомненья учеников злорадной глумленье и равнодушие толпы. 23 июня 1915 г. Слепнёва Жизнь – та же история, но личного характера и в малом масштабе. Пробуждающийся дух делает из послушного общему течению обывателя эстетика, знающего, что у человека есть выбор и от того умело предающегося радостям жизни. Согласно наставлениям разума и чувства долга, разбуженных сознанием ответственности за свою жизнь, эстетик, по мнению датского философа Сёрина Кьяркегара, может возвыситься до этика, а потом до религиозного человека. Всякое новое преодоление на пути его духовного развития не исключает переживаний отчаяния и постоянных размышлений о том, что хорошо и что плохо, пока человек не убедится в собственном несовершенстве и не ощутит нужды во всепрощающем бою. Пусть страшен путь мой, пусть опасен, еще страшнее путь тоски, признавалась Анна Ахматова. Эстетическая, несомненно, получает все шансы вырасти до полноты этического и нравственного, когда обеспечивается единством телесный, душевный, духовный сверх человеческого бытия. Такова Анна Ахматова с самых ранних своих эстетических опытов. В ЦАРСКОМ СЕЛЕ По аллее проводят лошадок, длинны волны расчесанных гриф. О, пленительный город загадок, я печально тебя полюбив. Странно вспомнить, душа тосковала, задыхалась в предсмертном бреду, а теперь я игрушечной стала, как мой розовый друг, как аду. Грудь предчувствием боли не сжат, если хочешь, в глаза погляди. Не люблю только час пред закатом, ветер с моря и слово «Уйди». В ЦАРСКОМ СЕЛЕ я жила, в общем, с двух до шестнадцати лет. Из них одну зиму, когда родила сестра Ия, семья провела в Киеве, Институтская улица, и другую в Севастополе, Соборная, дом Семенова. Основным местом в ЦАРСКОМ СЕЛЕ был дом Купчихи Елизаветы Ивановны Шухардиной, широкая в дороге дом от вокзала, угол безымянного переулка. Но первый год века, 1900-й, семья жила зиму в доме Дауделя, угол Средний и Леонтьевской. Там корь и даже, может быть, оспа. Анна Ахматова продумал Сула. А там мой мраморный двойник, поверженный под старым пленом, Озерным водом отдал лик, Внимает шорохом зеленый, И моют светлые дожди Его запекшуюся рану. Холодный, белый, по дожди Я тоже мраморным стану. 1911 Мои первые воспоминания Царскосельские. Зеленое, сырое великолепие Парков, Выгон, куда меня водила няня, Ипподром, где скакали маленькие пестрые лошадки, Старый вокзал и нечто другое, что вошло впоследствии в Старскосельскую Оду. Читать я училась по азбуке Льва Толстого. Пять лет, слушая, как учительница занималась со старшими детьми, я тоже начала говорить по-французски. Первое стихотворение я написала, когда мне было одиннадцать лет. Стихи начались для меня не с Пушкина и Лермонтова, а с Державина на рождение порфирородного отрока. И Некрасова, мороз, красный нос. Эти вещи знала наизусть моя мама. Училась я в царскосельской женской гимназии. Сначала плохо, потом гораздо лучше, но всегда неохотно. Анна Ахматова про дому шла. Смуглый отрок бродил по аллеям, у озерных грустил берегов. И столетия мы, лелеем, еле слышный шелест шагов, и глысосин густо и колко устилают низкий пень. Здесь лежала его треуголка и растрепанный тон парней. 24 сентября 1911 года. Царское село. Биографы сообщают. Мы почти ничего не знаем о том, как складывалась жизнь Анны Горенко после ее вынужденного возвращения к самому морю. Целое пятилетие с августа 1905 по апрель 10 покрыто пеленой тумана, сквозь которую смутно просвечивают мало связанные между собой подробности. Судя по ее письмам к мужу старшей сестры, Сергею фон Штейну, Анна пыталась наложить на себя руки. А вот о том, что толкнула ее на такой странный при ее жизнелюбие поступок, и ему не рассказала. Ситуацию могли бы прояснить стихи кризисных лет, но они… Уничтожены. Сожжена и многолетняя с 1906 по 10 переписка с Гумилевым. Марченко Ахматова жизнь. Известно, что в доме Инны Эразмовны Горенко из-за непрактичности хозяйки все было наспех, разночинно, как-нибудь. Прислуги много, толку чуть, гувернантки рассеяны, дерзки, дети предоставлены сами себе, ни порядки, ни уюта, ужасающий кавардак. Самой пугающей была смерть. Младшую сестру Анны, больную четырехлетнюю Рику, при которой она, семилетняя, исполняла роль маленькой няни, родители отправили к тетке в Киев, где Рика и умерла. Девочку увозили ночью, чтобы никто из малышей ничего не узнал, но Анна не спала и знала, как мать в полутемных сенях ломала иссохшие пальцы. Это страшное впечатление детства многократно повторялось в последующие годы. Летом 1906 года от скротечной чахотки умерла старшая сестра Инна. После смерти ребенка в 1920-м отравился Мурфием старший брат Андрей. В 1922-м все от того же туберкулеза умерла и младшая сестра Ия. В 1930-м сразу после смерти матери младший брат Виктор эмигрировал из страны. Северные Элегии О десятых годах. И никакого розового детства. Мяснушечек и нишек и кудряшек и добрых тетей, страшных дядь и даже приятелей средь камешков речных. Себе само я с самого начала то чьим-то сном казалась или бредом, или отражением в зеркале чужом, без имени, без плоти, без причины, уже я знала список преступлений, которые должна я совершить. И вот я, лунатически ступая, вступила в жизнь и испугала жизнь. Она передо мною стлалась лугом, где некогда гуляла прозерпимая. Передо мною, безродной, неумелой, открылись неожиданные двери. И выходили люди и кричали. «Она пришла сама! Она пришла сама!» А я на ней глядела с изумлением и думала, что они с ума сошли. Чем сильнее они меня хвалили, чем мной сильнее люди восхищались, тем мне страшнее было в мире жить, и тем сильнее хотелось пробудиться. И знала я, что заплачу старицей в тюрьме, в могиле, в сумасшедшем доме, везде, где просыпаться надлежит таким, как я. Но длилась пытка счастьем. 4 июля 1955 года. Москва. Лунатически ступая, по всей видимости, не просто метафора. Алла Марченко в биографической книге Ахматова «Жизнь», где известное, предполагаемое и вымышленное, спутанное и переплетено, описывает приступы лунатизма, которым была подвержена дикая девочка до 15 лет. Она вставала ночью и уходила в бессознательном состоянии на лунный свет. Отыскивал её отец и приносил на руках домой. Андрей Антонович любил хорошие сигары, папирос не признавал. Этот отцовский запах, запах дорогой сигары, с тех пор навсегда связался с лунным светом. Старая нянька твердила барыне. Вся беда от того, что в комнате, где спит девочка, забыли занавесить окно. Окно зашторили, но Анна тайком, дождавшись восхода луны, занавески раздёргивала. Ей нравилось следить за игрой лунных лучей с вещами и предметами её спаленки. Алла Марченко Ахматова «Жизнь» Молюсь оконному лучу. Он бледен, тонок, прям. Сегодня я с утра молчу, а сердце пополам. На рукомойнике моём позеленела медь, но так играет луч на нём, что весело глядеть. В такой невинной и простой вечерней тишине, Но в этой храме не пустой, Он словно праздник золотой, И утешенье вне. 1909. Первый стихотворный сборник Анны Ахматовой вышел в 1912 году в Санкт-Петербурге под издательской маркой цеха поэта. Николай Гумилёв заплатил за печать сто рублей. И сам забрал из типографии все триста экземпляров. Сборник назывался «Вечер» и сопровождался предисловием Михаила Кузмина. Критика отнеслась к нему благосклонно. В марте 1914 года вышла вторая книга «Чёткий». В жизни ей было отпущено примерно шесть недель. В начале мая петербургский сезон начинал замирать. Все понемногу разъезжались. На этот раз расставание с Петербургом оказалось вечным. Мы вернулись не в Петербург, а в Петроград. И с девятнадцатого века сразу попали в двадцатый. Всё стало иным, начиная с облика города. Казалось, маленькая книга любовной лирики начинающего автора должна была потонуть в мировых событиях. Время распорядилось иначе. Анна Ахматова про дому сула. Читая Гамлета У кладбища направо пылил пустырь, А за ним голубела река. Ты сказал мне, ну что ж, иди в монастырь или замуж за дурака. Принцы только такое всегда говорят. Но я эту запомнила речь. Пусть струится она сто веков подряд горностаевой мантий с плеч. В выпускном классе гимназии в Киеве Анна Горенко была одета не по форме – платье густо-шоколадного цвета, из мягкой дорогой ткани, которая сидела на ней как в литое. На урок рукоделия барышням велели принести калинкоровую ткань для ночной рубашки. Анна достала прозрачный батист нежно-розового коля. – Это неприлично, – заметила учительница. – Вам, может быть, а мне нисколько, – ответствовала ученица и осталась неатестованной по рукоделью. И как будто по ошибке я сказала – ты. Озарила тень улыбки милые черты. От подобных оговорок всякий вспыхнет взор – Я люблю тебя, как сорок ласковых сестёр. В конце 50-х она вспоминала. 25 апреля 1910-го я вышла замуж за Николая Степановича Гумилёва и вернулась после пятилетнего отсутствия в Царское село. Смотри стихотворение «Первое возвращение». В отношении Николая Степановича к моим стихам тоже надо наконец внести ясность, потому что я до сих пор встречаю в печати зарубежные неверные и нелепые сведения. Так Страховский пишет, что Гумилёв считал мои стихи просто времяпрепровождением жены поэта. А в Америке ж, что Гумилёв, женившись на мне, стал учить меня писать стихи, но скоро ученица превзошла и т.п. – Всё это сущий вздор. Стихи я писала с 11 лет совершенно независимо от Николая Степановича. Пока они были плохи, он со свойственной ему неподкупностью и прямотой говорил мне это. Затем случилось следующее. Я прочла в Брюловском зале Русского музея корректуру кипарисового ларца, когда приезжала в Петербург в начале 2010-го года и что-то поняла в поэзии. В сентябре Николай Степанович уехал на полгода в Африку, а я за это время написала то, что примерно стало моей книгой «Вечер». Я, конечно, читала эти стихи многим новым литературным знакомым. Маковский взял несколько в Аполлон и т.д. Смотри, Аполлон, 11-й год, номер 4, апрель. Когда 25-го марта Николай Степанович вернулся, он спросил меня, писала ли я стихи. Я прочла ему все, сделанное мною, и он по их поводу произнес те слова, от которых, по-видимому, никогда не отказался. Смотри, его рецензию на сборник «Ореон». Заодно в скобках и опять в ответ. На Десара и Лавки напоминают, что я выходила замуж не за главу акмиизма, а за молодого поэта-символиста, автора книги «Жемчуга» и рецензий на стихотворные сборники «Письма о русской поэзии». Анна Ахматова Про Дому Сула Первое Возвращение На землю саван тягостный возложен, Торжественно гудят колокола, И снова дух сметен и потревожен И с томной скукой царского села. Пять лет прошло, здесь все мертво и немо, Как будто мира наступил конец, И, как всегда, исчерпанная тема, В смертельном сне покоится дворец. 1910. Акмиизм возник в конце 1911 года. В десятом году Гумилёв был еще правоверным символистом. Разрыв с башни начался, по-видимому, с печатного отзыва Гумилёва о Кор Арденс на страницах Аполлона. О всем, что следовало за этим, я много раз писала в другом месте статья «Судьба акмиизма». Вячеслав Иванов ему чего-то в этой рецензии никогда не простил. Когда Николай Степанович читал в Академии стиха своего блудного сына, Вячеслав обрушился на него с почти непристойной бранью. Я помню, как мы возвращались в царское, совершенно раздавленное происшедшее. И потом Николай Степанович всегда смотрел на Вячеслава Иванова, как на открытого врага. С Брюсовым было сложнее. Николай Степанович надеялся, что тот поддержит акмиизм, как видно из его письма к Брюсову. Но как мог человек, который считал себя столпом русского символизма и одним из его создателей, отречься от него во имя чего бы то ни было? Последовал Брюсовский разгром акминизма в русской мысли, где Гумилёв и Городецкий даже названы «господами», т.е. людьми, не имеющими никакого отношения к литературе. Анна Ахматова Про Дома Сула Он любил. Он любил три вещи на свете – за вечерней пенье, белых павлинов и стёртые карты Америки, не любил, когда плачут дети, не любил чая с малиной и женской истерики. А я была его женой. 9 ноября 1910 г. Киев «Раз семья заменяет всё», – уверяла спустя много лет Фанни Гиршевна Фельдман, известная советскому зрителю под сценическим псевдонимом Фаины Георгиевны Раневской. «Прежде чем ею обзавестись, стоит хорошенько подумать, что тебе важнее – всё или семья». Сохранилось киевское письмо Анны Горенко мужу старшей сестры Сергею фон Штейн. Киев. 2 февраля 1907 г. «Милый Сергей Владимирович, я решила сообщить вам о событии, которое должно коренным образом изменить мою жизнь. Я выхожу замуж за друга моей юности Николая Степановича Гумилёва. Он любит меня уже три года, и я верю, что моя судьба – быть его женой. Люблю ли я его – я не знаю, но кажется мне, что люблю. Не говорите никому о нашем браке, мы ещё не решили нигде, никогда это произойдёт. Это тайна. Я даже Вале ничего не писал». Цитируется по книге Аллы Марченко «Ахматова жизнь». Однако согласие на замужество Анна дала молодому поэту-символисту, автору книги «Жемчуга» и рецензий на стихотворные сборники Гумилёву лишь в конце ноября 2009 года, несколько дней спустя после его дуэли с Максимилианом Волошиным на Черной речке и после того, как получила его письмо. В записных книжках она отмечала. Письмо Гумилёва, которое убедило меня согласиться на свадьбу «Я запомнила точно одну фразу. Я понял, что в мире меня интересует только то, что имеет отношение к вам. Это почему-то показалось мне убедительным». Цитируется по книге Черных «Летопись жизни и творчества» Анны Ахматова. Прибыв с Кузьминым и Алексеем Толстым в Киев на литературный вечер журнала «Аполлон», Николай Гумилёв пригласил свою любовь в гостиницу европейскую пить кофе. Там в который раз он сделал ей предложение. И, окрылённый, неожиданным согласием, все три дня провёл с Анны, после чего из Киева же отправился в спланированное ранее путешествие по Африке через Константинополь, Каир, Джибути, Дередауа и Хараре. Сегодня мне письма не принесли, Забыл он написать или уехал, Весна, как трель серебряного смеха, Качаются в заливе корабли, Сегодня мне письма не принесли. Он был со мной ещё совсем недавно, Такой влюблённый, ласковый и мой, Но это было белою зимой, Теперь весна и грусть весны отравна. Он был со мной ещё совсем недавно. Я слышу лёгкий трепетный смычок, Как от предсмертной боли бьётся, бьётся, И страшно мне, что сердце разорвётся, Не допишу я этих нежных строк. 27 февраля 1912 Теперь настает очередь Маковского. Сейчас пришла у драйвера, Что они, Маковские, почему-то Стали моими конфидентами, И против воли Гумилёва, Сергей Константинович Напечатал мои стихи в Аполлоне, Одиннадцатый год. Я не позволю оскорблять трагическую тень поэта Нелепой и шутовской болтовнёй, И да будет стыдно тем, Кто напечатал этот вздор. Вначале я действительно писала Очень беспомощные стихи, Что Николай Степанович И не думал от меня скрывать. Он действительно советовал мне заняться Каким-нибудь другим видом искусства, Например, танцами. Ты такая гибкая. Осенью десятого года Гумилёв уехал в Адисабебу. Я осталась одна в Гумилёвском доме, Бульварная, Дом Георгиевского. Как всегда много читала, Часто ездила в Петербург, Главным образом к Вале Срезневской, Тогда ещё Тюльпановой. Побывала и у мамы в Киеве, И сходила с ума от кипарисового ларца. Стихи шли ровной волной. До этого ничего похожего не было. Я искала, находила, теряла. Чувствовала довольно смутно, Что начинает удаваться. А тут и хвалить начали. А вы знаете, как умели хвалить На Парнасе Серебряного века? На эти бешеные и бесстыдные похвалы Я довольно кокетливо отвечала. А вот моему мужу не нравится. Это запоминали, раздували, Наконец это попало в чьи-то мемуары, А через полвека из этого возникла Гадкая злая сплетня, Преследующая благородную цель – Изобразить Гумилёва не то низким завистником, Не то человеком, ничего не понимающим в поэзии. Башня ликовала. 25 марта 11 года Благовещение старого стиля Гумилёв вернулся из своего путешествия в Африку в Адисабек. В нашей первой беседе он, между прочим, спросил меня, А стихи ты писала? Я оттайно ликую и ответил – Да. Он попросил почитать, Прослушал несколько стихотворений и сказал – Ты поэт, надо делать книгу. Вскоре были стихи в Аполлоне. Одиннадцатый год, номер четыре. Анна Ахматова. Листки из дневника. Вечерняя комната. Я говорю сейчас словами теми, Что только разрождаются в душе. Жужжит пчела на белой хризантеме, Так душно пахнет старое саше, И комната, где окна слишком узки, Хранит любовь и помнит старину. А над кроватью надпись по-французски гласит «Seigneur, avez pitié de nous». Ты сказки давний горестных заметок, Душа моя, не тронь и не ищи. Смотрю блестящих севрских статуэток Померкли глянцевитые щи. Последний луч и жёлтый, и тяжёлый Застыл в букете ярких георгин, И, как во сне, я слышу звуки овы И редкие окорные клавесины. 21 января 1911. Киев Всем, в особенности за границей, Хочется, чтобы меня открыл Вячеслав Иванов. Кто отец этой легенды, не знает. Может быть, пяст, который бывал на башне, Смотрит встречи. А в самом деле было так. Николай Гумилёв после нашего Возвращения из Парижа летом десятого года Повёз меня к Вячеславу Иванову. Он действительно спросил меня, не пишу ли я стихи. Мы были в комнате втроём, и я прочла. И когда друг друга проклинали. Девятый год. Киевская тетрадь. И ещё что-то, кажется, пришли и сказали. И Вячеслав очень равнодушно и насмешливо произнёс. Какой густой романтизм! Я тогда до конца не поняла его иронии. Осенью Николай Степанович, успев снискать вечную немилость Иванова рецензии на Кор Арденс, «Смотри Аполлон» и письмо Иванова Гумилёву, уехал на полгода в Африку, в Адис-Абегу. Вячеслав встретил меня на Раевских курсах, где он читал лекции, и пригласил на понедельник, и уже не среды. Там я действительно несколько раз читала стихи, и он действительно их хвалил. Но их тогда уже хвалили все – Толстой, Маковский, Челков и т.д. Они были приняты в Аполлон и напечатаны, а тот же Иванов лицемерно посылал меня к Зинаиде Гиппе. Александра Николаевна Чеботаревская увела меня в соседнюю комнату и сказала, «Не ходите к ней, она злая и вас очень обидит». Я ответила, «А я и не собираюсь к ней идти. Кроме того, Вячеслав Иванович очень уговаривал меня бросить Гумилёва. Помню его слова. Этим вы его сделаете человеком. О том, как он тет-а-тет плакал над стихами, потом выводил в салон и там ругал довольно едко, я так часто и давно рассказываю, что скучно записывать». Анна Ахматова, Листки из Дневника Сжала руки под тёмной вуалью. Отчего ты сегодня бледна? Оттого, что я терпкой печалью напоила его до пьяна. «Как забуду!» Он вышел, шатаясь, Искривился мучительно рот. Я сбежала, в перил не касаясь, Я бежала за ним до ворот, Задыхаясь, я крикнула, «Шутка! Всё, что было! Уйдёшь! Я умру!» Улыбнулся спокойно и жутко И сказал мне, «Не стой на ветру». 8 января 1911. Киев. Кому обращается лирическая героиня Анна Ахматова? К мужу своему, а прежде жениху, Младшему из семьи Гумилёвых? Или, как предполагает Марченко, Кчулкову, герою-любовнику И теоретику мистического анархизма. Предположение путаний И недостойней кривотолков о том, Кто навесил Анну на шею русской литературы. Всё не то и не так. Анна Ахматова обращается лично К каждому читателю, Начиная с вопроса, «А от чего ты сегодня бледна?» И вплоть до того момента, Когда устами своего героя отвечает, «Не стой на ветру». И от того у миллиона её собеседников И собеседниц Появляется возможность Сказать что-то ещё Или поступить в своей жизненной ситуации Уже под впечатлением этого Не стой на ветру. От биографов с обывательским интересом К подробностям интимной жизни Ускользает понимание эстетических фактов, Памятников жизни и творчества поэта. Такие исследователи Ищут нечто новенькое на пути тоски И придерживаются рассуждения в духе. Скорее всего, Если вынести за скобки Не стыковки и противоречия, Дело обстояло примерно так. Или О чём они говорили, мы, конечно, не знаем, А вот о чём могли говорить, Предположить всё-таки можно. Как это у Марченко В книге Ахматова «Жизнь» Желание покопаться в ссоре, Из какого растут стихи, Вытесняет саму возможность Вдумчивого и серьёзного изучения и анализа текста, При котором только и может быть Реализовано главное. Выстроен диалог современника С тем, что хотело сказаться В авторском творчестве. Возникающие гипотезы, Яркие сопоставления с житийскими обстоятельствами, С тем, что сей минутно бросается в глаза, Свидетельствует скорее О пристрастиях, склонностях И подспудных аддикциях Самого горе учёного, Когда полагая, что изучает литературу И поэтическую диэтику, Он на деле обнаруживает Собственные, бессознательные комплексы И психологические якоря. Это ситуация, когда немые Пытаются взять слово На пленарном заседании в академии. Где слепые судят Аврубели и Модельяне, А глухие считаются Знатоками симфонической музыки. При этом все дружно источают Ароматы от парфюмера Сыновни любовью, Привязанного к выгребной яме. К сожалению, подобных исследований В начале двадцать первого века Появилось множество И рассчитаны они На самую широкую читательскую аудиторию. Так же, как суррогат и искусство Обволакивая Вытесняют подлинники Эта рыночная нацеленность Окололитературной продукции на тираж Обесценивает сам предмет исследований Личность поэта, его творчество И в конечном счете литературу. Поглядите Эти люди Такие же, как мы А может, и еще хуже Сообщают читателю Недошивин Катаева Марченко Мурашкинцева И прочие Иже с ними Популяризаторы И экскурсоводы По запутанным Их же коллективными усилиями Дебрям истории Алла Марченко Разоблачает Твердо убежденная В том, что у поэта Как у всякого человека Есть полное право скрыть то, что Он по тем или иным причинам Не хотел бы Сделать общественным Достоянием Анна Андреевна Сознательно Утаила многие Многие Подробности Своей достаточно богатой Личной жизни Оставим пока вопрос, почему Анна Андреевна Весьма Откровенная В одних случаях Скрытничает в других Ничуть не более Щекотливых И озаботимся Другой проблемой А имеем ли мы Читатели в потомстве Моральное право Допытываться до истины И не смахивает ли Наше желание Знать о любимом поэте Если не все То Как можно больше На элементарное Бытовое любопытство Разумеется Каждый волен выбирать Но лично Я считаю Что имеем Хотя бы по тому же Что сама Ахматова В своих пушкинских Расследованиях С расхожими Табу Ничуть не считается Марченко Марченко Ахматова Жизнь Нетрудно Представить Как ответил бы Такому биографу Бенедетта Кротче Или Сёринг Еркигор Несколько неловко Было бы услышать Что сказала бы Анна Андреевна А уж Фаина Георгиевна Думается В выражениях Чтобы совсем Не стеснялась У поэта Заключила Анна Андреевна В 1957 Существуют Тайные Отношения Со всем Что он когда-то Сочинил И они часто Противоречат Тому Что думает О том или ином Стихотворении Читатель Анна Ахматова Про домов Сон Скучно Мне всю жизнь Спасать От себя Людей Скучно Кликать Благодать На чужих Друзей 1923 Читателям В потомстве Чужим друзьям И ревнителям Литературы От Марченко Для того Чтобы ничуть Не считаться Со схожими Табу В той же Пушкинистике Надо для начала Самим суметь Подняться На тот Эстетический И этический Уровень Который Задала Анна Ахматова То же самое И в отношении Творчества Вернейшей Подруги Чужих Мужей Чтобы Перейти От не всегда Честного Изложения Биографических Фактов К Спекуляциям Вокруг Фактов Эстетических И Следователю Самому Необходимо Проделать Известный Путь По Аллеям Царского Села Путь От обывательского Гипостазированного Понимания К Эстетическому И Этическому Преображению И Рефлексивному Осмыслению При условии Нравственной Целостности Когда Личность Не распадается На Бытовой Набор Говорю Одно Думаю Другое Делаю Третье Единство Душевной Духовной Жизни И Известного Психического Здоровья Некоторые Этапы Пути Можно Проделать Вместе С Повествованием О том Как Удалось Это Поэту Эстетик Этик Религиозный Человек В этом Случае Переживание Художественного Текста Как Пространство Собственных Имён Не Будет Обременено Неимоверной Пошлостью Мещанских Коннотаций В моих стихах Разумеется Я говорю От себя За себя Все Что можно И чего нельзя Иногда В каком-то Беспамятстве Вспоминаю чью-то чужую фразу И превращаю ее в стих Серебряный век русской поэзии и философии В преодолении грозного прошлого и самостоянии в неизбежности настоящего Весь Как один От Иннокентия Фёдоровича Анинского и Александра Александровича Блока до Анны Андреевны Ахматовой и Бориса Леонидовича Пастернака Росчерк Этого Восхождения Дверь Полуоткрыта Веют Липы Сладко На столе Забыты Хлыстик И Перчатка Круг От лампы Желтый Шорохом Внимаю Отчего ушел-то Я не понимаю Радостно И ясно Завтра Утро Будет Утро Эта Жизнь Прекрасна Сердце Будь же Мудро Ты Совсем Устала Бьешься Тише Глуше Знаешь, Я читала Что Бессмертны Души 17 февраля 1911 Царское Село От счастья Я Не исцеляю Директор Царско-сельской Императорской Николаевской Гимназии Поэт Переводчик Специалист По античной Литературе Иннокентий Федорович Анинский В предисловии Книги Критических Очерков Объяснял «Критик Стоит Обыкновенно Вне Произведения Он Его Разбирает И Оценивает Я же Писал Здесь Только О том, Что Мной Владело Зачем Я Следовал Чему Я Отдавался Что Я Хотел сберечь В себе Сделав Собою» Вот в каком смысле Мои очерки Отражение Это Вовсе не метафора Но Разумеется Поэтическое Отражение Не может Свестись На геометрический Чертеж Если Даже Механически Повторяя Слово Мы Должны Самостоятельно Проделать Целый ряд Сложных Артикуляций Можно Ли ожидать От поэтического Создания Чтобы Его Отражение Стало Пассивным И Безразличным Само Чтение Поэта Есть Уже Творчество Поэты Пишут Не для Зеркал И не для стоячих Вод Анненские Книги Отражений Не всегда Открывается Та же Залетая Чернилом Страница Я Уйду От людей Но Куда Жи От Ночей Мне Куда Схорониться Иннокентий Анненский Тоска Тоска Препоминания Мысль Анненского О природе Языковой Динамики Самое чтение Поэта Есть Уже Творчество В работе Культура и Взрыв Развивается Выдающимся Советским Культурологом И Литературоведом Юрием Михайловичем Лотниным Мы Покружены В пространство языка Мы Даже В самых Основных Абстракциях Не можем Вырваться Из этого Пространства Которое нас просто Обволакивает Но Частью Которого Мы Являемся И Которая Одновременно Является Нашей Частью И при этом Наши отношения С языком Далеки От идиллии Мы Прилагаем Гигантские Усилия Чтобы Вырваться За его Пределы Именно Ему Мы Приписываем Ложь От Естественности Большую часть Наших Пороков и извращений Попытки Борьбы с языком Учерпаемость С Другой Конец Цитаты Осенью 1910 года Анна Андреевна Ахматова Сходила с ума От Кипарисового Ларца Осмертного Сборника Стихов Иннокентия Федоровича Анинского Выход Которого Из печати Считала Величайшим Событием Забыв На свете Она Прочла Его Корректуру В Брюловском Зале Русского Музея И что-то Стала Понимать В поэзии Чтобы заговорить Голосом, Который На чёткий музыкальный слух Осипа Мандельштама Души Раскалывает Недра Подражание Анинскому И с тобой Моей первой Причудой Я Простился Восток Голубел Просто Молвила Я Не забуду Я Не сразу Поверил Тебе Возникают Стираются Лица Мил сегодня А завтра Далёк Отчего же На этой странице Я когда-то Загнул уголок И всегда Открывается Книга В том же месте И странно Тогда Всё как будто С прощального Мига Не прошли Невозвратно Года О! Сказавший, Что сердце Из камня Знал, Наверно, Оно Из огня Никогда Не пойму Ты близка Мне Или только Любила Меня Мина 1911 Насколько бы образцовой не была классика, полностью стабильных, не изменяющихся языковых структур не существует, и граница, отделяющая замкнутый мир знаков и текстов, мир семиозиса от внесемиотической реальности вещей и процессов, всегда остаётся открытой. Она постоянно пересекается вторжениями из вне семиотической сферы, которые, врываясь, вносят с собой динамику, трансформируют само пространство, хотя одновременно сами трансформируются по его законам. Одновременно семиотическое пространство постоянно выбрасывает из себя целые пласты культуры. Они образуют слои отложений за пределами культуры и ждут своего часа, чтобы вновь ворваться в неё настолько забытыми, чтобы восприниматься как новые. Обмен с внесемиотической сферой образует неисчерпаемый резервуар динамики. Это вечное движение не может быть исчерпанным. Оно не поддаётся законам энтропии, поскольку постоянно воссоздает своё разнообразие, питаемое незамкнутостью системы. Юрий Лотман «Культура и взрыв» Брак, путешествия, литературная деятельность, да что там сама жизнь Губелёвых начала десятых годов – это постоянные вторжения из внесемиотической сферы, постоянная трансформация пространства мысли, языка, поведения. В январе одиннадцатого года жена русского посланника в Абиссинии Чемерзина сообщала в России. «Здесь у нас в Одиссабебе проживает временно декаденский поэт Гумелёв, окончивший Сорбонну и числящийся теперь на последнем курсе Петербургского университета. В мае месяце он женился на киевлянке, а уже в августе, в конце, выехал в Абиссинию и пребывает здесь неизменно. Мы, конечно, не спрашиваем его о причинах, побудивших его покинуть жену, но он сам высказался так, что между ним и его женой решено продолжительными разлуками поддерживать взаимную влюблённость. Вероятно, он скоро уезжает через пустыню и черча. Решил предпринять этот путь после тысячи самых невероятных проектов». Цитируется по Степанову неакадемические комментарии. Две зимы к ряду Николай Гумилёв проводит в Абиссинии, той стране, что могла быть рая. Для петербуржца начало двадцатого века его африканские путешествия и приключения невероятны. Однако самый невероятный его проект – неисчерпаемый резервуар динамики чувств, переживаний и творчества – безусловно оставался в России над водой. Стройный мальчик-пастушок, видишь, я бреду, Помню плащ и пасашок на свою беду. Если встану – упаду, дудочка поёт – дуду. Мы прощались, как во сне, я сказала – жду. Он, смеясь, ответил мне – встретимся в аду, Если встану – упаду. Дудочка поёт – дуду. О, глубокая вода в мельничном пруду, Не от горя, от стыда я к тебе приду И без крика упаду. А вдали звучит – дуду. Апрель 1911 «Всё искусство наших дней», – писал Фёдор Сологух, – «искусство стремительное и волевое. Для него характерны не столько те новые направления, которые так часто возникают в нём, сколько самая неустанная смена этих направлений. В искусстве мы, люди наших дней, постоянно стремимся к новому. А история дополняет наше искание, немножко успокаивает нашу суету, порою крикливую и неприятную, и из нового отбирает для хранения в благодарной памяти потомство только достойное. Впрочем, может быть, было бы неплохо, если бы мы и сами, проникнувшись справедливым духом строгой истории, радостно и жадно приветствуя всё новое, отбирали из неё достойное. Это ведь и соответствовало бы волевому характеру нашей эпохи. Зачем же нам ждать приговоров неторопливой истории, когда мы и сами легко различим, что приходит к нам в широком русле общемирового устремления и что подарено нам прихотью взбалмошной айсы весёлой Мойры, любящей только анекдоты и охотничьей рассказы. Фёдор Сологух. Искусство наших дней. Путь поэта, скорее провидения, чем слепая судьба, приводит Анну Ахматову в цех поэтов, организованный Николаем Гумилёвым, Осипом Мандельштамом и Сергеем Городецким в 1911 году. Последний к тому времени уже пережил увлечение языческой мифологией славян сборники стихов «Ярь», «Перун», «Дикая воля». После большевистского переворота Городецкий будет слагать агитки для бойцов Красной Армии, приветствия пролетарским поэтам и партийным съездам, оперные либретто и даже сочинит кантату «Песнь партий». В 1911 году Анна Ахматова к этим игрищам опоздала, а в игрищах советских сочинителей и цирковых программах, несмотря на природную свою гибкость, принимать участие никогда не желала. Цех поэтов 1911-14 годы. Гумилёв, Городецкий, Синдики, Дмитрий Кузьмин-Караваев, Стряпчий, Анна Ахматова – секретарь, Осип Мандельштам, Владимир Нарбуд, Зинкевич, Бруни, Георгий Иванов, Адамович, Гиппиус, Моравская, Елизавета Кузьмина-Караваева, Чернявский, Лозинский, Радимов, Юнгер, Бурлюк, Велимир Хлебников. Первое собрание у Городецких на Фонтанке. Был блок. Французы. Второе. У Лизы – на Манежной площади. Потом у нас в Царском, Малое 63, У Лозинского на Васильевском острове, У Бруни в Академии художеств. Акмеизм был решён у нас в Царском селе, Мало 63. Анна Ахматова. Листки из дневника. Я пришла сюда бездельница, Всё равно мне где скучать. На пригорке дремлет мельница, Годы можно здесь молчать. Над засохшей повеликою Мягко плавает пчела, У пруда русалку кликаю, А русалка умерла. Затянулся ржавой тиною, Пруд широкий обмелел, Над трепещущей осиною Лёгкий месяц заблестел. Замечаю всё, как новое, Влажно пахнут тополя. Я молчу, молчу, готовая Снова стать тобой, земля. 23 февраля 1911. Царское село. Первое заседание цеха поэтов На квартире у Сергея Городецкого, 20 октября 1911 года. Второе у Гумилёвых в Царском, 1 ноября того же года. 2 ноября синдик цеха поэтов Уезжает в Финляндию Проведать в санатории Смертельно больную Машу Кузьмину Караваеву. И 10 ноября на третьем заседании У Кузьминых Караваевых в квартире На Манежной площади Анна Ахматова присутствует без супруга. Тогда состоялось ее знакомство С Михаилом Леонидовичем Лозинским, Элегантным петербуржцем И восхитительным остряком, Чьи стихи были строгие и всегда высокие, Свидетельствующие о напряженной духовной жизни. Дружба наша началась как-то сразу И продолжалась до его смерти 31 января 1955 года. Тогда же, то есть в десятых годах, Составился некий триумвират Лозинский, Гумилёв и Шелейков. С Лозинским Гумилёв играл в карты. Шелейко толковал ему Библию и Талмуд. Но главное, конечно, были стихи. Гумилёв присоветовал Маковскому Пригласить Лозинского в секретари, в Аполлон. Лучшего подарка он не мог ему сделать. Бездельник и лентяй, болтун, Маковский, папа Мако, Или Моль в перчатках, Был за своим секретарем, как за каменной стеной. Лозинский прекрасно знал языки И был до преступности добросовестным человеком. Скоро он начал переводить, Счастливо угадав, к чему ведом. На этом пути он достиг великой славы И оставил образцы непревзойденного совершенства. Но все это гораздо позже. Тогда же он ездил с Татьяной Борисовной В оперу, Постоянно бывал в бродячей собаке И возился с Аполлоновскими делами. Это не помешало ему стать редактором Нашего Гиперборея И держать корректуры моих книг. Он делал это безукоризненно, Как все, что он делал. Я капризничала, а он ласково говорил. Она занималась со своим секретарем И была не в духе. Это на тучке, когда мы смотрели четки, И через много-много лет Из шести книг 1940-го. Конечно, раз вы так сказали, Так и будут говорить, Но, может быть, лучше не портить русский язык. И я исправляла ошибку. Записные книжки Анны Ахматовой Михаил Лозинский стал одним из создателей Советской школы поэтического перевода, Автором образцового перевода Божественной комедии Данте Алигеле, Самого всеобщего из стихотворцев, Писавших на новых языках. Михаилу Лозинскому Он длится без конца, Янтарный тяжкий день, Как невозможна грусть, Как тщетно ожиданье, И снова голосом серебряным олень Зверинце говорит о северном сиянии. И я поверила, Что есть прохладный снег, И синяя купель для тех, Кто нищ и болен, И санок маленьких, Такой неверный бег Под звоны древних, Далеких колоколей. 1913. Литературная деятельность молодой поэтессы В цехе поэтов, Участники которого вошли в авторский И отчасти редакторский коллектив, Учрежденного в октябре 2009 года Журнала «Аполлон», Не осталось незамеченным. 13 декабря 1911 года В газете «Киевская мысль» Появилась неблагозвучная рецензия Господина Вайталовского На столичный альманах, Где, между прочим, упоминалось Об очередных диковентах Госпожах Ахматовых И господах Ауслендерах. Более проницательной была Петербургская критика. Георгий Чулкув в рецензии, Опубликованной в газете «Утр России», Отмечал изысканность поэтического дара Ахматовой, Утонченность переживаний и смертельный яд иронии, Который, как в бокале благоуханного вина, Тайно заключён почти в каждом её стихотворении. Сергей Городецкий в газете «Речь» Писал о прелестных стихотворениях Анны Ахматовой, Полных такой близости к интимному переживанию, Такого острого аромата женской жизни. Сколько просьб у любимой всегда, У разлюбленной просьб не бывает. Как я рада, что нынче вода Под бесцветным улетком замирает. И я стану, Христос, помоги, На покров этот светлый и ломкий, А ты письма мои береги, Чтобы нас рассудили потомки, Что почётливей и ясней Ты был виден им мудрый и смелый. В биографии славной твоей Разве можно оставить пробелы? Слишком сладко земное питьё, Слишком плотны любовные сети, Пусть когда-нибудь имя моё Прочитают в учебнике дети, И печальную повесть узнав, Пусть они улыбнутся лукаво, Мне любви и покоя не дам, Подари меня горькой славы. 1913. 29 декабря 1911 в Сан-Ремо в Италии Скончалась Мария Александровна Кузьмина Караваева. Ей посвящён весь первый отдел сборника стихов Николая Гумилёва «Чужое небо». 12 год. Однолюбом Гумилёв не был. Оттого в его творчестве Самые разные произведения Хранят память о возлюбленном. Анне Ахматовой посвящены Романтические цветы , Три четверти лирики жемчугов , Несколько песен из «Чужого неба». Её образ завладел им Самой первой встречи на катке В Царском селе, И был с ним с его первого сборника «Путь конквистатор» , Вплоть до последних лет жизни Стихотворение Эсбекии , Память . А 31 декабря в Санкт-Петербурге В подвале дома Жако На Михайловской площади Антрепренёром Борисом Прониным Было открыто литературно-артистическое Кабаре «Бродячая собака» Художественное общество интимного театра. На эмблеме художником Добужинским Были изображены театральная маска И лохматый пёс дворовой породы Символ бесприютного, как дворняга, артиста. Георгий Иванов, будучи в эмиграции, вспоминал. Бродячая собака была открыта три раза в неделю, в понедельник, среду и субботу. Собирались поздно, после двенадцати. Чтобы попасть в собаку, надо было разбудить сонного дворника, пройти два засыпанных снегом двора, в третьем завернуть налево, спуститься вниз ступени десять и толкнуть обитую клеенкой дверь. В тот час же вас ошеломляли музыка, духота, пестрота стен, шум электрического вентилятора, гудевшего, как аэроплан. Вешальщик, заваленный шубами, отказывался их больше брать. Нету местов! Перед маленьким зеркалом толкутся прихорашивающиеся дамы и загораживают проход. Дежурный член правления Общества интимного театра, как официально называется собака, хватает вас за рука. Три рубля и две письменные рекомендации, если вы фармацевт. Полтинник со своих. Наконец все рогатки пройдены. Директор собаки Борис Пронин, доктор эстетики Гонорис Кауза, как нам печатано на его визитных карточках, заключает гостя в объятия. Ба! Кого я вижу! Сколько лет, сколько зим, где ты пропадал? Иди! Жест куда-то в пространстве. Наши уже все там! И бросается немедленно, как к кому-нибудь другому. Свежий человек, конечно, озадачен этой дружеской встречей. Не за того принял его Пронин, что ли? Ничуть. Спросите Пронина, кого это он только что обнимал и хлопал по плечу. Почти, наверное, разведет руками. А чёрт его знает! Георгий Иванов «Бродячая собака» Все мы бражники здесь, блудницы, Как невесело вместе нам На стенах цветы и птицы Томятся по облакам. Ты куришь чёрную трубку, Так странен дымок над ней. Я надела узкую юбку, Чтоб казаться ещё стройней. Навсегда забиты окошки. Что там? Изморось или гроза? На глаза осторожной кошки Похожи твои глаза. О, как сердце моё тоскует, Несмертного ль часа жду, А та, что сейчас танцует, Непременно будет в аду. 1913. Комнат в «Бродячей собаке» всего три. Буфетная и две залы. Одна побольше, другая совсем крохотная. Это обыкновенный подвал, кажется, В прошлом Ренского погреб. Магазинчик, где продавали ренинские римы. Теперь стены пёстро расписаны Судейкиным, Белкиным, Кульбины. В главной зале вместо люстры Выкрашены сусальным золотом обручь. Ярко горит огромный кирпичный камин. На одной из стен большое овальное зеркало. Низкие столы, соломенные табуретки. Всё это потом, когда собака перестала существовать, С насмешливой нежностью вспоминала Анна Ахматова. Да, я любила их, те сборища ночные, На маленьком столе стаканы ледяные, Над чёрным кофеем пахучий тонкий пар, Камина красного тяжёлый зимний жар, Веселость едкую литературные шутки, И друга первый взгляд, беспомощный и жуткий. Есть ещё четверостишая Кузьмина, Кажется, нигде не напечатанная. Здесь цепи многие развязаны, Всё сохранит подземный зал, И те слова, что ночью сказаны, Другой бы утром не сказал. Действительно, сводчатые комнаты собаки, Заволоченные табачным дымом, Становились к утру чуть волшебными, Чуть из Гоффмана. На эстраде кто-то читает стихи, Его перебывает музыка или рояль, Кто-то ссорится, кто-то объясняется в любви, Пронин в жилетке. Пиджак часам к четырём утра Он регулярно снимал. Грустно гладит свою любимицу-мушку, Лохматую злую собачонку. Ах, мушка, мушка, Зачем ты съела своих детей? Ражий Маяковский Обыгрывает кого-то в орлянку. Судейкина, похожая на куклу, С прелестной какой-то кукольной Миллионхолической грацией, Танцует Колечку В свой коронный номер. Сам мэтр Судейкин, Скрестив по-наполеоновски руки, С трубкой в зубах мрачно стоит в углу. Его совиное лицо неподвижно и непроницаемо. Может быть, он совершенно трес, Может быть, пьян, решить трудно. Георгий Иванов, Бродячая собака. По свидетельству Георгия Иванова К своему успеху в литературе Анна Ахматова Относилась сдержанной и даже смущенной. «Молитесь на ночь, чтобы вам вдруг Не проснуться знаменитым», – знала она. Вместе с известностью поэтессы Ширилась и росла молва о ее шарме и красоте, И это кружило голову молодой женщины сильнее всего. Молва была не случайной, И с проезжающего мимо царского кортежа С ней раскланивались и стрелки, и генералы. Осип Мандельштам описывал так. Ахматова. В полоборота, о, печаль, На равнодушных поглядела, Спадая с плеч окаменела Ложно-классическая шаль, Словещий голос, горький хмель, Души расковывает недра, Так негодующая Федра Стояла некогда Рошель. 1914. Предвоенные годы стали временем Расцвета Парнаса Серебряного века. Успех, слава, известность Сопровождали появление новых талантов, Открывающих новые возможности Русской литературы двадцатого века. Эти возможности были не одни только слова-слова-слова, Но и сам образ мысли, И деятельность творческого меньшинства. Семиотическое пространство Продуцировало целые пласты культуры Русского модерна, Которые, благодаря постоянному обмену С внесемиотической сферой, Служили общей социокультурной динамике И творческому преобразованию Структуры жизни дореволюционной России. Преобразование было настолько интенсивным, Что скорее напоминало культурный взрыв, Чем поступательное развитие. «Теперь уже женщине не надо было притворяться Способной играть роль мужчины», Отмечал Юрий Лотман. «Это породило неслыханный эффект. Начало двадцатого века выплеснуло в русскую поэзию Целую плеяду гениальных женщин-поэтов. И Ахматова, и Цветаева Не только не скрывали женскую природу своей музыки, Они ее подчеркивали. И тем не менее их стихи не были женскими стихами. Они выступили в литературе не как поэтессы, А как поэты». Юрий Лотман. «Культура и взрыв» Набросок с натуры. Что же касается стихотворения в полоборота, История его такова. В январе четырнадцатого года Пронин устроил большой вечер бродячей собаки Не в подвале у себя, а в каком-то большом зале На конюшенах. Обычные посетители терялись там Среди множества чужих, То есть чуждых всякому искусству людей. Было жарко, людно, шумно и довольно бестолково. Нам это наконец надоело, и мы, человек двадцать-тридцать, Пошли в собаку на Михайловской площади. Там было темно и прохладно. Я стояла на эстраде и с кем-то разговаривала. Несколько человек из залы Стали просить меня почитать стихи. Не меняя позу, я что-то прочла. Подошел Осип. «Как вы стояли, как вы читали, И еще что-то прошали». Анна Ахматова «Листки из дневника» В пышном доме графа Зубова О блаженстве о Италии тенор пел. С румяных губ его звуки тая улетали и, За окном шумя полозьями, пешеходами, трамваями, Гасну, как в туманном озере, Петербург незабываемый. Абажур зажегся матово В голубой овальной комнате. Нежно гладя псал Ахматова, Предсказала мне Ахматова, Этот вечер вы запомните. Георгий Иванов Приходи на меня посмотреть, Приходи, я жива и не буду. Жизнь – опыт со смертельным исходом. И вся – от шуточных стихов до романса. За столом идёт упражнение в писании шуточных стихов. Все ломают голову, чтобы такое изобрести. Предлагается, наконец, нечто совсем новое. Каждый должен сочинить стихотворение, В каждой строке которого должно быть сочетание слогов. Жора. Скрепят карандаши и хмурятся лбы. Наконец время иссякло. Все по очереди читают свои шедевры. «Абжора вор арбуз украл, Из сундука там бурмажора!» «Абжора!» – закричал капрал, – «У жора справа будет скоро!» Или Свежо рано утром проснулся Янарк, Уж Орангутанг завозился в переднюю. Под аплодисменты ведут автора, Чья жора признана лучшей. Записывать ее в собачью книгу. В полиант, в квадратный аршин величиной, Переплетенный в пеструю кожу. Здесь все. Стихи, рисунки, жалобы, Объяснения в любви, даже рецепты от запоя. Понемногу собака пустеет. Поэты, конечно, засиживаются дольше всех. Гумилев и Ахматова, Царскоселы, ждут утреннего поезда. Другие сидят за компанией. За компанией уже едут на вокзал по дороге на остров или Петербургскую сторону. Там в ожидании поезда пьют черный кофе. Разговор уже плохо клеится, больше зевают. Раз так за кофеем пропустили поезд. Гумилев, очень рассердившись, зовет жандарма. Послушайте, поезд ушел? Так точно. Безобразие. Подать сюда жалобную книгу. Книгу подали. И Гумилев исписал в ней с полстраницы. Потом все торжественно расписались. Кто знает, может быть, этот забавный автограф найдут когда-нибудь. Столкновения с властями вообще происходили не раз при возвращении с собаки. Однажды кто-то похвастался, что влезет на чугунного коня на Анечковом мосту. И влез. Разумеется, появился городовой. Выручил всех Цибульский. Приняв грозный вид, он стал вдруг наступать на городового. – Да ты знаешь, с кем ты имеешь дело. Да ты понимаешь ли, как смеешь дерзить обер-офицерским детям? Вдруг заорал он на весь Невский. Страж закона струсил и отступился от обер-офицерских детей. Георгий Иванов «Бродячая собака» Мне с тобою, пьяным, весело. Смысла нет в твоих рассказах. Осень ранняя развесила флаги жёлтые навяза. Оба мы в страну обманную Забрели и горько каемся. Но зачем улыбкой странной И застывшей улыбаемся? Мы хотели муки жалящей Вместо счастья безмятежного, Не покину я товарища И беспутного, и нежного. 1911. Париж. Настоящий, определял Юрий Лотман, Это вспышка ещё не развернувшегося смыслового пространства. Культурный взрыв сопряжён с резким возрастанием информативности всей динамической системы мира семиозиса, мира знаков и текстов, и вне семиотической реальности. Кривая развития перескакивает здесь на совершенно новый, непредсказуемый и более сложный путь. Доминирующим элементом, который возникает в итоге взрыва и определяет будущее движение, может стать любой элемент из системы, или даже элемент из другой системы, случайно втянутый взрывом в переплетение возможностей будущего движения. Юрий Лотман. «Культура и взрыв». 18 февраля 2012 года На заседании Общества ревнителей художественного слова Николай Гумилёв и Сергей Городецкий заявили о своём отрицательном отношении к символизму. Там же и тогда состоялся окончательный разрыв отношений молодого мэтра цеха поэтов с идеологом дионисийства, непререкаемым авторитетом в среде ревнителей художественного слова Вячеславом Ивановым. В том же году, 18 сентября, у Гумилева и Гумилевицы родился Гумилевёнов, сын Лев Николаевич Гумилёв. Меня покинул Новолунье мой друг любимый. Ну так что ж, шутил канатное плесунье, Как ты до мая доживёшь? Ему ответила, как брату. Я не ревнула, не ропща, Но не заметят мне утрату четыре новые плаща. Пусть страшен путь мой, пусть опасен, Ещё страшнее путь тоски, Как мой китайский зонтик красен, Натёртый мелом башмачки. Оркестр весёлая играет И улыбаются уста, Но сердце знает, сердце знает, Что ложа пятая пуста. Моябрь 1911-го. Царское село. 1910-е годы. Десятый год – год кризиса символизма, Смерти Льва Толстого и Комиссаржевской. Одиннадцатый – год китайской революции, Изменившей лицо Азии. И год блоковских записных книжек, Полных предчувствий. Кипарисовый ларец. Кто-то недавно сказал при мне, Десятые годы – самое бесцветное время. Так, вероятно, надо теперь говорить, Но я всё же ответил. Кроме всего прочего, Это время Стравинского и Блока, Анны Павловой и Скрябина, Ростовцева и Шаляпина, Мейерхольда и Дягилева. Конечно, в это, как во всякое время, Было много бесскусственных людей, Например, северяне. Подозрительна также слава Брюсова, Однако тогда она уже сильно померкла. По сравнению с алиповатым первым десятилетием, Десятые годы – собранное и стройное время. Судьба остригла вторую половину И выпустила при этом много крови, Война четырнадцатого года. Кто-то другой сказал мне. Те, кого вы встречали в Париже В десятых-одиннадцатых годах, И были последние французы. Их всех убили под Верденом и на Марне. Потом я прочла это в «Лё Сурси» Саартра. Хороши были и те, кто в 1917 году летом поехали играть В теннис на крымский курорт. Они до сих пор не вернулись. Сильно затянувшийся гейм. Как страшны эти оборванные биографии! Анна Ахматова Про Домо Суо Я не любви твоей прошу, Она теперь в надёжном месте, Поверь, что я о твоей невесте Ревнивых писем не пишу. Но, мудрый, прими советы, Дай ей читать мои стихи, Дай ей хранить мои портреты, Ведь так любезны женихи. А этим дурочкам нужней Сознанье полная победы, Чем дружбы светлые беседы И память первых нежных дней. Когда же счастье о гроши Ты проживёшь с подругой милой, И до присыщенной души Всё станет сразу так постыло, В мою торжественную ночь Не приходи, тебя не знаю. И чем могла б тебе помочь? От счастья я не исцеляю. 1914 Слава тебе, безысходная боль Родоначальники отечественной формальной школы, Литературоведы Эйхенбаум, Якобсон, Шкловский и Тынянов, Руководствовались представлением об отдельном, Изолированном, стабильном, Самодавлеющем тексте. Текст дан автору. Он – начало и конец любого исследования. Основу функционирования языка Якобсон видел в логической Контрадикторности, Противопоставлении некоторого факта ничему. А выяснение отношения между знаком и нулём Было определено им в статье «Нулевой знак» , как задачи семиологии Науки о знаках. Современное семиотическое исследование Также считает текст одним из основных исходных понятий. Но сам текст мыслится не как Некоторые стабильные объекты, Имеющие постоянные признаки, А в качестве функции. Как текст может выступать и отдельное произведение, И его часть, и композиционная группа, Жанр, в конечном итоге литература в целом. Дело здесь не в том, что в понятие текста Вводится возможность расширения. Отличие имеет гораздо более принципиальный характер. В понятие текста Вводится презумпция создателя и аудитории. Причем эти последние могут не совпадать По своим объемам с реальным автором И реальной аудиторией. Юрий Михайлович Лотман Культура и Взрыв Что подразумевает ученый под презумпцией создателя И аудитории, которые к тому же По своим объемам могут не совпадать С реальным автором и реальной аудиторией. При наличии структурных признаков текста Каковым может быть не только целое произведение, но и его часть К примеру Эссе из книги эссе, глава романа, абзац На первый взгляд выпадающий из повествования По причине философствования героев Афоризм Исследователь оказывается на пересечении точек зрения Создателя текста и аудитории В какой контекст может быть помещен изучаемый образец Что и как захочет увидеть в нем его аудитория Сказать с определенностью невозможно При этом, чем резче выражены структурные признаки текста Тем более редуцированы, не определены его автор и аудитория Так афоризм уходит, что называется, в народ Забывая о своем создателе Казьме Пруткове Илье Ильфе Евгении Петрове Последний право бывает вполне готов к этому расставанию И заранее примеривает маску вымышленного лица Алексей Константинович Толстой под именем Казьме Пруткова Так стихотворение или его двустишие Или один лишь Катрен Начинает существовать в собственном пространстве Последний из всех безумных песен И лишь только автор, как птицу, выпустит его из своих тенет В последний раз мы встретились тогда На набережной, где всегда встречались Была в небе высокая вода И наводнения в городе боялись Он говорил о лете и о том, Что быть под этом женщине – нелепость, Как я запомнила Высокий царский дом И Петропавловскую крепость. За тем, что воздух был совсем не наш, А как подарок Божий так чудесен, И в этот час была мне отдана Последняя из всех безумных песен. Январь 1914 Из заволоченных табачным дымом Сводчатых комнат художественного общества Интимного театра Из стен, расписанных Сергеем Судейкиным цветами зла Поэзия Анны Андреевны Ахматовой Вышла, чтобы превратиться в манеру говорить, Речь – образ мыслей. Я научила женщин говорить Хотя в известной степени не только женщин. Ваши стихи можно удалить из моего мозга Только хирургическим путем, Свидетельствовал о гипнотичности Воздействия ее поэтической речи Осип Мандельштам. Откликом на первую устрофу Стихотворения вечером Звенела музыка в саду Таким невразимым горем Свежо и остро пахли морем На блюде устрицы во льду. Звучит начало знаменитого романса Георгия Иванова. Над розовым морем вставала луна, Во льду зеленела бутылка вина. Легко узнаются приемы, Образный ряд и интонации, Которые позже станут есенинскими. В ее лирических обращениях к собеседнику Мне с тобою, пьяным, весело, Смысла нет в твоих рассказах, Осень ранняя развесила Влаги желтые навяза. 1911. А колосу прижатый тесно колос, Смеиным свистом срезывает серп. 1917. Ты письмо моё, милый, не комкой, До конца его, друг, прочти. 1912. Сравним с есенинским. Вот оно глупое счастье С белыми окнами пса, По пруду лебедям красным Плавает тихий закат. 1911. Режет сноб тяжёлые колосья, Как под горло режут лебедей. 1921. Ты прохлады меня не мучай, И не спрашивай, сколько мне лет. 1923. У есенинг. Анна Ахматова даже ещё не подмастерье, А подросток-ученик. В ней чувствуется молодость, Писал в заметках любителя стихов Цетлин Амари . Она передаёт драму женской души Сероглазом короле. Она в небольшом стихотворении Умеет дать почувствовать И прелесть царско-сельской природы, И сладостное очарование Пушкина И его времени. Цитируется Почерных. Летопись жизни. В 1916 году Сергей Прокофьев Включил Сероглазого короля Музыкальный цикл пять стихотворений Анны Ахматовой для голоса с фортепиано. «Слава тебе, безысходная боль!» Звучала со сценических площадок, На которых пел своей арея Тавертинский. Тогда же отголоски Сероглазого короля Стали слышны в пьесах-сказках Евгения Шварца. «Дракон» 1944 год и «Обыкновенное чудо» 1956. Эстетика этого стихотворения, в нескольких строках, воссоздающая атмосферу русского модерна начала двадцатого столетия, запечатлена в детских фильмах-сказках 50-70-х годов, «Новые похождения кота в сапогах» 1958 год, «Королевство кривых зеркал» 1963 год, «Город мастеров» 1965, «Тень» 1971, «Принцесса на горошине» 1976. И если советские режиссёры непосредственно не цитировали декадентскую поэтессу, то разве художественным содержанием своих кинематографических работ не были обязаны и её вере? Сероглазый король Слава тебе, безысходная боль! Умер вчера Сероглазый король! Вечер осенний был душен и ал, Муж мой, вернувшись, спокойно сказал, Знаешь, с охоты его принесли, Тело у старого дуба нашли. Жаль королеву, такой молодой, За ночь одну она стала седой. Трубку свою на камине нашёл И на работу ночную ушёл. Дочку мою я сейчас разбужу, В серые глазки её погляжу, А за окном шелестят тополя. Нет на земле твоего короля. 11 декабря 1910. Царское село. Искусством стремительным и волевым считал всё искусство предреволюционной поры Фёдор Сологуб. В самоутверждении личности он находил начало стремления К лучшему будущему, чьим проповедником, С его точки зрения, был художник. Из постоянного стремления к новому, Из неустанной смены направлений И стремления преобразовать мир усилием творческой воли, Автор «Мелкого беса» выводил Религиозные отношения искусства наших дней, Хотя при этом ограничивал искусство Именами Минского, Нерешковского, Гиппиус, Блока, Чуркова, Вячеслава Иванова, Ремезова, То есть теми, кто был вхож в круг Религиозно-философских ревнителей художественного слова. Это искусство религиозно, Потому что имеет трагические волевые устремления. Трагедия всегда религиозна. И воля в мире только одна. Искусство наших дней религиозно И потому, что оно – искусство символическое. А символизм всегда дает нам ощущение Всеобщей связности. Он относит все являющееся К одному общему началу. И подобной религии стремится Проникнуть в смысл жизни. Искусство наших дней и потому религиозно, Что оно хочет стремиться к искусству всенародному, То есть уже и в земных формах Осуществить живое ощущение Вселенской связности и общности. Федор Сологуб Искусство наших дней Однако не только символизм, Но и возникшие из него и рядом с ним Новые направления – акмеизм, Кларизм, футуризм, эго-футуризм, Будетлянство, иммаженизм – Так или иначе заявляли о своей религиозности, Или всенародности, понимаемой скорее Как всеобщность и космизм. Декаденты, мирискусники, авангардисты, С таким же правом, как символисты, Претендовали на живое ощущение Вселенской связности, Проникновение в самый смысл жизни и слова, На экспансию своих цехов во вселенских масштабах. Акмеизм – это тоска по мировой культуре. Именно так в 1930-е годы Определил то, чем занимались В десятые оси Мандельштам. О цехе поэтов Мандельштам довольно усердно посещал Собрание цеха, но в зиму 13-го – 14-го, После разгрома акмеизма, Мы стали тяготиться цехам И даже дали Городецкому и Гумилёву, Составленное Осипом и мной, Прошение о закрытии цеха. Городецкий наложил резолюцию. Всех повесить, а Ахматову заточить. Мало – 63. Было это в редакции «Северных записок». Собрание цеха поэтов С ноября 11-го по апрель 12-го, То есть наш отъезд в Италию, Приблизительно 15 собраний По три в месяц. С октября 12-го по апрель 13-го, Приблизительно 10 собраний По два в месяц. Неплохая пожива для трудов и дней, Которыми, кстати сказать, Кажется, никто не занимается. Повестки рассылала я, секретарь. Лозинский сделал для меня список Адресов членов цеха. Этот список я давал японцу на руме В тридцатых годах. На каждой повестке было изображение лиры. Она же на обложке моего вечера Дикой Порфиры Зенкевича Из кифских черепков Елизаветы Юрьевны Зминой Каравайной. Анна Ахматова, Листки из дневника. У меня есть улыбка одна, Так движенье чуть видное губ. Для тебя я ее берегу, Ведь она мне любовью дана. Все равно, что ты наглый и злой, Все равно, что ты любишь других, Предо мной золотой аналой И со мной сероглазый жених. 1913 Прекрасные, хрупкие и по-женски тонкие Стихотворения Анны Ахматовой Об утраченной любви Поговаривали критики. Но при чем тут адамизм или акмеизм? Поэтическое дарование Ахматовой Несомненно. Но почему она акмеистка? Почему она адамиистка? 25 марта 1913 года Александр Блок Отмечается в своем дневнике. Футуристы в целом, вероятно, Явление более крупное, чем акмеисты. Последние хилы. Гумилёва тяжелит вкус, багаж у него тяжелый, От Шекспира до Теофиля Готье. А Городецкого держат как застрельщика с именем. Думаю, что Гумилёв конфузится и шокируется им нередко. Футуристы, прежде всего, дали уже Игоря Северянин, Подозревая, что значителен хлебником. Гуро достойно внимания. У Брулюка есть кулак. Это более земное и живое, чем акмеист. Александр Блок дневники. С 4 апреля 1913 года Анна Ахматова Регулярно присутствует на заседаниях общества поэтов, Основанного недобрового. По словам которого, она туда приглашена, а Гумилёв нет. В этом же месяце она получает письмо, Отправленное Николаем Гумилёвым из Одессы По пути в этнографическую экспедицию в Абиссинию. В книжном магазине просмотрел жатву. Твои стихи очень хорошо выглядят. Я весь день вспоминаю твои строки о приморской девчонке. Они мало того, что нравятся мне, они меня пьянят. Так просто сказано так много, и я совершенно убежден, Что из всей послесимволической поэзии Ты, да, пожалуй, по-своему нарвуд, Окажетесь самыми значительными. Цитируется по книге Черных «Летописи жизни» Введение Что же касается мемуаров вообще, Я предупреждаю читателя. 20% мемуаров так или иначе фальшивки. Самовольное введение прямой речи следует признать деянием уголовно наказуемым, Потому что оно из мемуаров с легкостью перекочевывает в почтенные литературовические работы и биографии. Непрерывность тоже обман. Человеческая память устроена так, что она как прожектор освещает отдельные моменты, оставляя вокруг неодолимый мрак. При великолепной памяти можно и должно что-то забывать. Анна Ахматова Я живу, как кукушка в часах, Не завидую птицам в лесах, Заведут и кукую, Знаешь, долю такую, Лишь врагу пожелать я могу. 7 марта 1911. Царская сила Анна Ахматова рассказывала, что Николай Гумилёв мальчикам ещё поверил в символизм, как люди верят в Бога. Это было то же самое детское видение, которое случилось с Уильямом Блейком. В то утро ко мне в окно заглянул Бог, – вспоминал английский поэт. Для раннего Гумилёва символизм был неприкосновенной святыней. Но по мере схождения с символистами на башне Вячеслава Иванова он ощутил, что в нём что-то поругано, и вера его в символизм трогнула. Утро акмеизма занималось в северной столице. В отличие от символистов, у акмеистов никогда не было меценатов. Даже номера журнала «Гиперборей», издаваемого в 12-13 годах, выкупали из типографии за свой счёт. А в 1914-м произошёл внутренний раскол церха поэтов. Гумилёв и Городецкий поссорились. Уцелели письма, которыми они обменялись. То есть я имею в виду письма Городецкого Гумилёву. Недавно кто-то приобрёл их у вдовы Рудакова, которой я дала их на сохранение, а она, как известно, торгует всем ей доверием. Но сейчас не в этом дело. В 1915-м году произошла попытка примирения. И мы были у Городецких на какой-то новой квартире около мечети. И даже ночевали у них. Но, очевидно, трещинка была слишком глубокой. И возвращение к прежнему было невозможным. Потом возникали цехи. Куда-то меня приглашали, куда-то нет. Но все они никакого значения для истории акмеизма не имели. Статья Мандельштама «Утро акмеизма» написана, вероятно, в 1913 году, а не тогда, когда напечатана в «Сирене» . Самый термин «акмеизм» до следующих поколений донесли не мы и не друзья их не было, а враги. Анна Ахматова «Листки из дневника» Дал ты мне молодость трудную, Столько печали в пути. Как же мне душу скудную Богатой тебе принести? Долгую песню льстивая О славе поет судьба. Господи, я неродивая Твоя скупая раба, Ни розою, ни былинкою Не буду в садах отца. Я дрожу над каждой соринкою, Над каждым словом глупца. 19 декабря 1912 28 февраля 1914 года Александр Блок делает пометку в записной книжке «Пахнет войной» 25 марта получен экземпляр четок с дарственной надписью «Александру Блоку, Анна Ахматова, от тебя приходила ко мне тревога и умение писать стихи. Весна 1914 Петербурга». И она дважды звонит ему в его отсутствие. В сборник включено и недавно написанное стихотворение «Я пришла к поэту в гости», посвященный Александру Блоку, после того, как она посетила его в одно из последних воскресеньев XIII года. Я принесла Блоку его книги, чтобы он их надписал. На каждую он написал просто «Ахматовый, Блок». А на третьем томе поэт написал посвященный мне Мадригалу. «Красота страшна вам скажут», цитируется под черных летопись жизни. Анне Ахматовой «Красота страшна вам скажут», вы накинете лениво шаль испанскую на плечи, красный розан в волосах, красота проста вам скажут, пестрой шалью неумело вы укроете ребенка, красный розан на полу. Но, рассеянно внимая всем словам, кругом звучащим, вы задумаетесь грустно и твердите про себя, не страшна и непростая, я не так страшна, чтоб просто убивать, не так простая, чтоб не знать, как жизнь страшна». Александр Блок Знаменитой версией деконструкции этого Мадригала станет реплика персонажа Фаины Раневски из кинофильма «Весна». Когда она перед зеркалом, любуясь на себя в новой шляпке, скажет «Красота – это страшная сила». Обстоятельства рождения Мадригала Ахматова описала следующим образом. «В начале июля я поехала к себе домой, в Слепнево, путь через Москву. Сажусь в первый попавшийся почтовый поезд. Курю на открытой площадке. Где-то у какой-то пустой платформы паровоз тормозит. Бросают мешок с письмами. Перед моим изумленным взором вырастает блок. Я от неожиданности вскрикиваю. «Александр Александрович!» Он оглядывается. И так как он вообще был мастер тактичных вопросов, спрашивает. «С кем вы едете?» Я успеваю ответить. «Одна». И еду дальше. Сегодня, через пятьдесят один год, открываю записную книжку блока, которую мне подарил Жермунский. И под девятым июля 1914 года читаю. «Мы с мамой ездили осматривать санаторию за подсолнечной. Меня бездрасьнет. Анна Ахматова в почтовом поезде». Но это можно бы и кончить, но так как я, кажется, обещала доказать кому-то, что блок считал меня по меньшей мере ведьмой, напомню, что в его мадригале мне среди черновых набросков находится такая строчка. Кругом твердят «Вы демон! Вы красивы!» Санкт-Петербург, тринадцатый год декабрь. Да и самое предположение, что воспеваемая дама не так проста, что просто убивать. Комплимент весьма сомнительный. Блок записывает, что я вместе с Дельмас и Лизой Кузьминой Караваевой измучила его по телефону. Кажется, я могу дать по этому поводу кое-какие показания. Я позвонила. Александр Александрович, а свойственной ему прямотой и манерой думать вслух, спросил. Вы, наверное, звоните потому, что Риадна Владимировна Тыркова передала вам, что я сказал о вас. Умирая от любопытства, я поехала к Риадне Владимировне на какой-то ее день и спросила, что сказал Блок. Но Риадна Владимировна была неумолима. Анечка, я никогда не говорю одним моим гостям, что о них сказали другие. Анна Ахматова, Листки из Дневника Александру Блоку Я пришла к поэту в гости ровно в поле, в воскресенье, тихо в комнате просторной, а за окнами мороз, и малиновое солнце над лохматым сизым дымом. Как хозяин молчаливый, ясно смотрит на меня. У него глаза такие, что запомнить каждый должен, мне же лучи осторожные в них и вовсе не глядеть. Но запомнится беседа, дымный полдень, воскресенье, в доме сером и высоком, у морских ворот Невы. Седьмое января 1914 17 июля 1914 года в последнем предвоенном письме Анна Ахматова сообщает мужу. Милый Коля, мама переслала мне сюда твое письмо. Сегодня уже неделя, как я в Слепневе. Становится скучно, погода испортилась, и я предчувствую раннюю осень. Целые дни лежу у себя на диване, изредка читаю, но чаще пишу стихи. Посылаю тебе одно сегодня, оно, кажется, имеет право существовать. Думаю, что нам будет очень трудно с деньгами осенью. У меня ничего нет. У тебя, наверное, тоже. С Аполлона получишь пустяки. А нам уже в августе будут нужны несколько сот рублей. Хорошо, если с чёток что-нибудь получим. Меня это всё очень тревожит. Пожалуйста, не забудь, что заложены вещи. Если возможно, выкупи их и дай кому-нибудь спрятать. Будет ли Чуковский читать свою статью об акмеизме как лекцию? Ведь он и это может. С недобрым чувством жду июльскую русскую мысль. Вероятнее всего там совершит надо мною страшную казнь Валех. Валерий Бросов. Но думаю о горчайшем, уже перенесённом, и смиряюсь. Пиши, Коля, и стихи присылаю. Будь здоров, милый. Целую. Твоя Анна. Лёвушка здоров и всё умеет говорить. Переписка. Анна. Анна Ахматова. Николаю Гумилёву. 19 июля Германия объявила войну России и приказом по гвардейскому запасному кавалерийскому полку 14 августа 1914 года Николай Гумилёв был зачислен вольно определяющимся охотником в 6-й запасной эскадрон. Пятого августа супруги Гумилёвы нежданно встретились на царско-сельском вокзале с Александром Блоком. Гумилёв, уже в солдатской форме, сказал ей тогда, «Неужели и его пошлют на фронт? Ведь это то же самое, что жарит Соловьёв». Песня «Последней встреч» Так беспомощно грудь холодела, Но шаги мои были легки. Я на правую руку надела Перчатку с левой руки. Показалось, что много ступеней, А я знала их только три. Между клёном шёпот осенний Попросил «Со мною умри!» Я обманут моей унылой, Переменчивой, злой судьбой. Я ответил «Милый, милый, И я тоже умру с тобой!» Это песня «Последней встречи». Я взглянула на тёмный дом, Только в спальне горели свечи Равнодушно жёлтым огнём. 29 сентября 1911 Царское село В начале марта 1915 года, Вскоре после антивоенного выступления Маяковского «Вам ли любящим баб доблюда жизнь отдавать в угоду» в подвале бродячей собаки был произведён обыск, и обнаружены дюжины бутылок запрещённых спиртных напитков. По распоряжению градоначальника кабаре было закрыто. Издание журнала «Аполлона» в связи с финансовыми и материальными трудностями было прекращено позднее. Последний номер за 1917 год вышел осенью 1918 года. В нём были статьи памяти Цезаря Кюи, Клода Дебюсси, Эдгара Дега, работа Джона Курно о смерти футуризма, художественная летопись театров и галерей и ни одной стихотворной строчки. В это же время завершила свою деятельность, основанная акмистами издательства «Гиперборель». В 1959 году Анна Ахматова скажет Про Дома Мэ свою защиту Скажу, что я никогда не улетала или не уползала из поэзии, хотя неоднократно сильными ударами весел по деревеневшим и уцепившимся за борт лодки рукам приглашалась опуститься на дно. Сознаюсь, что временами воздух вокруг меня терял влажность и звукопроницаемость. Ведро, опускаясь в колодец, рождало вместо отрадного всплеска сухой удар оками и вообще наступало удушье, которое длилось годами. Знакомить слова, сталкивать слова – ныне это стало обычным. То, что было дерзанием, через тридцать лет звучит как банальность. Есть другой путь – точность. И еще важнее, чтобы каждое слово в строке стояло на своем месте, как будто оно там уже тысячу лет стоит. Но читатель слышит его вообще первый раз в жизни. Это очень трудный путь, но когда это удается, люди говорят – это про меня, это как будто мною написано. Сама я тоже очень редко испытываю это чувство при чтении или слушании чужих стихов. Это что-то вроде зависти, но поблагороднее. Анна Ахматова, автобиографическая проза Здесь все то же, то же, что и прежде. Здесь напрасным кажется мечтать. В доме, у дороги непроезжей, Надо рано ставлю запираться. Тихий дом мой пуст и неприветлив, Он на лес глядит одним окном. В нем кого-то вынули из петли И бронили мертвого потом. Был он грустен или тайно весел, Только смерть – большое торжество. На истертом красном плюше кресел И изредка мелькает тень его. И часы с кукушкой ночи рады, Все слышней их четкий разговор. В щелочку смотрю я, Конокрады зажигают за холмом костер. И, пророча близкая ненасти, Низко-низко стелится дымок. Мне не страшно, я ношу на счастье Темно-синий шелковый шнурок. Май 1912. Флоренции. В фильме об Анне Ахматовой Анатолий Найман – поэт, переводчик и сыст, Литературный секретарь и соавтор Ахматовой по переводам Джакомо Леопарди, Поясняя свой замысел режиссеру фильма использует простой образ ее бытия. Человек дует в печку на сырые дрова, И они у него не разжигаются. Мы живем дачной жизнью не только потому, что мы сейчас находимся в деревне, А мы живем вообще так называемой дачной жизнью, Потому что есть реальная жизнь, и она у большинства людей продолжается один день, одну неделю, один месяц в жизни вообще, Когда что-то становится вдруг реальным. И есть жизнь, как у Ахматовой, Которая состоит годами из-за этой реальной жизни. Анатолий Найман исходит из того, что стихотворение – это маленькое пространство, На территории которого язык становится законным. То, что сказано поэтам, не подлежит пересказу или перестановке, Замене одного слова другим. Вот, собственно, и вся тайна стихов. Нельзя не согласиться, что, когда мы понимаем это, то понимаем, что принадлежность к поэзии – это принадлежность к некоему священнодействию. А если происходит такая таинственная вещь, то, значит, бывают и жрецы. И, это знает поэт, жрецы невыдуманные, но настоящие, назначенные не другими людьми, а некой божественной канцелярией, скажем, олимпийскими богами. Анна Ахматова назначена канцелярией христианских апостолов. Подошла я к сосновому лесу, Жар велик, да и путь не короткий, Отодвинул дверную завесу, Вышел седенький, светлый и кроткий, Поглядел на меня, прозорливец, И промолвил – Христова невеста, Не завидуй удачи, счастливец. Там тебе уготовано место. Позабудь о родительском доме, Уподобься небесному крину, Будешь хворая спать на салоне И блаженную примешь кончину. Верно слышал, святитель Искельвий, Как я пела обратной дорогой О моем несказанном веселье, И девяся и радуясь много. 1914 Широкий, блестающий купол, Раскинутый искусством Над бытом дореволюционной России, Был тонок до эфемерности И слишком хрупок, Чтобы осенять армии канатных Плесунов На свой страх и риск, незринутый В жизни, С опасной экспериментальной программой. Дистанции между искусством, Являющим образ истинного бытия, И жизнью, коснеющей в оковах быта, Между праздником творческой работы И буднями заработка На физическое существование, Между реальной и дачной жизнью, Были и остаются Огромного масштаба. А в 1915 году классик русского модерна Фёдор Сологук, казалось, Ненапрасно возлагал надежды на искусство И преображённую творческим становлением жизнь. Поэт, – утверждал он в «русской мысли», – Опять становится жрецом и пророком, И в том храме, где он совершает своё служение, Искусство должно стать куполом, Должно стать широким и блистающим куполом над жизнью. Куполом над жизнью возвышается искусство наших дней. Не потому, что оно служит целям жизни, Жизнь своих целей не имеет, А потому искусство раскидывает свой купол над жизнью, Что в нём жизнь получает своё достойное завершение. Высокое произведение – это и есть достигнутая цель, То, для чего жили люди, Цель – искусством достигнутая, Жизнь поставленная. Цель эта ставится перед жизнью потому, Что и сама жизнь не хочет оставаться только бытом. Очарованная высокими внушениями искусство, Жизнь стремится в те области, Которые открыты перед нею И осенены высоким куполом искусства. Покрывая жизнь этим величавым куполом, Хотя и не для жизни построенным, А для свойственных искусству зданий, Искусство наших дней утверждает жизнь Как творческий процесс. Утверждает только жизнь, Стремящуюся к творчеству, И не приемлет жизни, Коснеющей в оковах быта. Искусство, являя образ истинного бытия, Ведёт человека к утверждению Наиболее высоких благ жизни, К самоутверждению и творчеству. Фёдор Сологуб. Искусство наших дней. Ты знаешь, я томлюсь в неволе О смерти Господа моля, Но всё мне памятно до боли Тверская скудная земля. Журавль у ветхого колодца, Над ним, как кипень облака, В полях скрипучие воротца И запах хлеба, и тоска, И тени яркие просторы, Где даже голос ветра слаб, И осуждающие взоры, Спокойно загорелы баб. Осень 1913-го слепнёла. Ты дышишь солнцем, Я дышу луною. Золотой и серебряный век русской поэзии И два века истории российской словесности, Которые могут быть названы культурным взрывом. Первый связан с именем Александра Пушкина И плеядой царско-сельских поэтов. Второй с еле слышным В начале двадцатого столетия Шелестом его шагов, Сотней новых имён И дюжиной направлений. Юрий Лотман пишет. Момент взрыва создаёт непредсказуемую ситуацию. Далее происходит весьма любопытный процесс. Совершившееся событие бросает ретроспективный отцвет. При этом характер произошедшего Решительно трансформируется. Следует подчеркнуть, Что взгляд из прошлого в будущее С одной стороны И из будущего в прошлое с другой Решительно меняют наблюдаемый объект. Глядя из прошлого в будущее, Мы видим настоящее Как набор целого ряда равновероятных возможностей. Когда мы глядим в прошлое, Реальное для нас обретает статус факта. И мы склонны видеть в нём нечто единственное возможное. Нереализованные возможности Превращаются для нас в такие, Какие фатально не могли быть реализованы. Они приобретают эфемерность. Юрий Лотман. Культура и взрыв Когда мы глядим из нового тысячелетия В двадцатый век, То увидим неизбежность. Статус факта На всегда изменившего настоящее Обретает Первая мировая война. И нереализованные возможности Мирной жизни Превращаются для нас в то, Что фатально не могло быть осуществлено. Памяти 19 июля 1914 Мы на ста лет состарились И это тогда случилось в час один. Короткое уже кончалось лето, Дымилось тело вспаханных равни. Вдруг запестрела тихая дорога, Плач полетел серебряно звеня. Закрыв лицо, я умоляла Бога До первой битвы умертвить меня. Из памяти, как груз отныне лишний, Исчезли тени песен и страстей, Ей, опустевший, приказал Всевышний Стать страшной книгой грозовых вестей. Лето 1916-го Слепнёво Чётки вышли в марте 1914-го, И жизни им было дано два с половиной месяца. В то время литературный сезон Кончался в конце мая. Когда мы вернулись из деревни, Нас встретила война. Второе издание понадобилось Примерно через год, При тираже одна тысяча экземпляров. С белой стаей дело обстояло примерно так же. Она вышла в сентябре 1917-го года, И из-за отсутствия транспорта Не была послана даже в Москву. Однако второе издание понадобилось через год, То есть ровно так же, как Чётки. Третий напечатал Олянский в 1922 году. Тогда же появилась Берлинская четвёртая. Оно же последнее, потому что после моей поездки В Москву и Харьков в 1924 году По постановлению ЦК, Неопубликованному в печати, Меня перестали печатать. И это продолжалось до 1939 года, Когда Сталин что-то лестное сказал обо мне. Ни одна моя строчка не была напечатана. Уже готовый двухтовник издательства Гессена – Петроград – был уничтожен. Брань из эпизодической Стала планомерной и продуманной. Лилевич в журнале на посту, Перцов в жизни искусства и так далее, Достигая местами двенадцати баллов, То есть смертоносного шторма. Переводы, кроме писем Рубенса, Тридцатый год, мне не давали. Однако моя первая пушкинистская работа «Последняя сказка Пушкина» Была напечатана в звезде. Запрещение относилось только к стихам. Второй антракт , К счастью, можно не пояснять. Всё ясно само собой. Такова правда беспрекрас. И вот что я узнаю теперь о себе И зарубежной печати. Оказывается, после революции Я перестала писать стихи совсем И не писала их до сорокового года. Но отчего же не переиздавались мои книги И моё имя упоминалось только в окружении Площадной брани. Очевидно, желание безвозвратно Замуровать меня в десятые годы Имеет неотразимую силу И какой-то для меня непонятный соблазн. Анна Ахматова Автобиографическая опроса Уединение Так много камней брошено в меня, Что ни один из них уже не страшен, И стройной башней стала западня Высокою среди высоких башен. Строителей её благодарю, Пусть их забота и печаль минует, Отсюда раньше вижу я зарю, Здесь солнца луч последний торжествует, И часто в окна комнаты моей Вылетают ветры с северных морей, И голубь ест из рук моих пшеницу, А недописанную мной страницу Божественно спокойно и легка Допишет муза смуглая рука. 1914. Слепнёва Недописанную автором страницу Допишет смуглая рука музы, Метафора божественно спокойной И легкой руки музы, Одновременно завершает И бросает стихотворение на полусловие. Кто она, живущая на Парнасе богиня? Воспоминание, будущее, настоящее Или только прошлое, Такое, что страстно глядится в грядущее? Александр Грук По здравому размышлению не вызывает сомнения, Что это рука самого автора, Который не ставит точки И поручает себя новому порыву вдохновения. Но не только. По всей видимости, это и сам читатель, Для которого самое чтение поэта Есть уже творчество Иннокентий Аницкий. И в то же время это рука того смуглого отрока, Кто бродил по аллеям. Ведь так или иначе, в контексте созданного Именно Пушкиным русского литературного языка Мы вообще что-то способны понимать. Но и сам Пушкин, как феномен культуры, Создан и непрерывно воссоздается этим языком. Сам Александр Пушкин – это тоже одно Великолепное воспоминание, Непременное в неизбежности настоящего, Которое легко прочесть, Увидеть в глазах лирической героини Анны Ахматовой Стоит только стать близко. Так, исследования Юрия Лотмана Непременно исходят из мысли О текстуальности мира, в котором живет читатель, И шире любой человек. Внешние события, сколь бы активны они ни были Во внекультурной сфере Например, в областях физики, физиологии, В материальной сфере и т.д. Не влияют на сознание человека До тех пор, пока не делаются сами человеческими, Т.е. не получают семиотической осмысленности . Даже употребление вина Поэзия превращает из физиохимического И физиологического факта Факт культуры В эстетический факт. Происходит это в силу того, Что для мысли человека существует лишь то, Что может быть сказано, помысленно На одном из доступных человеку языков. Остальное – семиотически неразличимый Приходящий шум. Как белый камень в глубине колодца Лежит во мне одно воспоминание. Я не могу и не хочу бороться, Оно – веселье и оно – страданье. Мне кажется, что тот, кто близко взглянет В мои глаза, его увидит сразу, Печальней и задумчивее станет Внимающего скорбному рассказу. Я ведаю, что боги превращали Людей в предметы, не убив сознание, Чтоб вечно жили дивные печали, Ты превращён в моё воспоминание. 5 июня 1916 Слепнёва Слово о Пушкине Мой предшественник Павел Елисеевич Щёголев Кончает свой труд о дуэли и смерти Пушкина Рядом соображений. Почему высший свет, его представители Ненавидели поэта и извергли его, Как инородное тело из своей среды. Теперь настало время вывернуть Эту проблему наизнанку И громко сказать не о том, что они сделали с ним, А о том, что он сделал с ним. После этого океан грязи, Измен, лжи, равнодушие друзей И просто глупости палетик и непалетик, Родственничков Строгановых, Идиотов-кавалергардов, Сделавших из дантесовской истории . Ханжеских салонов, Несельроды и прочее, Высочайшего двора, заглядывавшего Во все замочные скважины, Величавых тайных советников, Членов Государственного совета, Не постеснявшихся установить тайный полицейский надзор Над гениальным поэтом. После всего этого, как торжественно И прекрасно увидеть, Как этот чопорный, бессердечный, Свинский, как говаривал сам Александр Сергеевич, И уж, конечно, безграмотный Петербург, Стал свидетелем того, Что, услышав роковую весть, Тысячи людей бросились к дому поэта, И навсегда вместе со всей Россией И там остались. «Ильфёкёжаганж, мамезон!» «Надо привести в порядок мой дом», Сказал умирающий Пушкин. Через два дня его дом стал святыней для его родины, И более полной, более лучезарной победы Свет не видел. Вся эпоха, не без скрипа, конечно, Мало-помалу стала называться Пушкинской. Все красавицы, фрейлины, хозяйки салонов, Кавалерственные дамы, Члены высочайшего двора, Министры, аншефы и неаншефы Постепенно начали именоваться Пушкинскими современниками, А затем просто опочили в картотеках И именных указателям С перевранными датами рождения и смерти Пушкинских изданий. Он победил и время, и пространство, Говорят, Пушкинская эпоха, Пушкинский Петербург, И это уже к литературе Прямого отношения не имеет, Это что-то совсем другое. В дворцовых залах, Где они танцевали И сплетничали о поэте, Висят его портреты И хранятся его книги, А их бедные тени Изгланы оттуда навсегда. Про их великолепные дворцы И особняки говорят Здесь бывал Пушкин Или Здесь не бывал Пушкин. Все остальное никому не интересно. Государь-император Николай Павлович В белых лосинах Очень величественно красуется На стене Пушкинского музея. Рукописи, дневники и письма Начинают цениться, Если там появляется Магическое слово Пушкин, И что самое для них страшное, Они могли бы услышать от поэта. За меня не будете в ответе, Можете пока спокойно спать, Сила, право, только ваши дети За меня вас будут проклинать. И напрасно люди думают, Что десятки рукотворных памятников Могут заменить тот один Не рукотворный, А эре ферениус. Крепче мини. 26 мая 1961 года. Комару. В начале августа 1915-го С фронта в царское село Возвращается Николай Гумилёв. Дом сдан дачникам на всё лето. Супруги живут во флигеле, Посещают благотворительный вечер, Устроенный Фёдором Сологубом В пользу ссыльных большевиков. К Сологубу приходят все столичные богачи. Анна Ахматова читает свои стихи. Июль 1914-го. Пахнет гарью. Четыре недели Торф сухой по болотам горит. Даже птицы сегодня не пели, И осина уже не дрожит. Стало солнце немилостью Божьей. Дождик с Пасхи полей не кропил. Приходил одноногий прохожий, И один на дворе говорил. Сроки страшные близятся. Скоро станет тесно от свежих могил. Ждите глада и труса, и мора, И затменья небесных светил. Только нашей земли не разделит На потеху себе супостат. Богородица белой растелит Над скорбями великим плат. У можжевельника запах сладкий, От горящих лесов летит. Над ребятами стонут солдатки, Вдови плачь по деревне звенит. Ненапрасно молебны служились, О дожде тосковала земля, Красной влагой тепло окропились Затоптанные поля. Низко, низко небо пустое, И голос молящего тих Ранят тело твое пресвятое, Мечут жребий аризм твоих. 20 июля 1914 Слепнёва «Ты не только лучшая русская поэтесса, Но и просто крупный поэт», – Уверяет Николай Гумилев. Муж снова уезжает на фронт, А доктора находят у неё туберкулёзный процесс И вилят ехать в Крым, Чтобы по шесть часов в день Лежать на воздухе. «Я так и делала», – соглашалась она. Однако полученная телеграмма о болезни Отца отзывает её обратно в Петербург, На Крестовский остров. 25 августа от грудной жабы Умирает Андрей Антонович Горенко. Прощаясь с дочерью, он говорит «Николай Степанович воин, а ты – поэзия». Она воистину стала декадентской поэтессой. Тяжела ты, любовная память, Мне в дыму твоём петь и гореть, А другим – это только пламя, Чтоб остывшую душу греть. Чтобы греть присыщенное тело, Им надобны слёзы мои. Для того ль я, Господи, пела, Для того ль причастилась любви, Дай мне выпить такой отравы, Чтобы сделалась я не мой И мою бесславную славу О сиянным забвенью смой. 18 июля 1914. Слепнёво После кончины отца Анна Ахматова Переезжает в Царское и заболевает на всю зиму. По утрам вставала, совершала туалет, Надевала шёлковый пюнюар и ложилась спать. Туда присылают причитающийся ей и Гумилёву гонорар На имя Анны Андреевны Ахматовой, Которую она не может получить по той причине, Что для почты никакой Ахматовой не существует, А есть только Анна Андреевна Гумилёва. По настоянию доктора её отправляют В санаторий в Финляндию, Где она не ест, не спит, И ей становится ещё хуже. Отозванному с фронта мужу говорит «Увези меня умирать-то хоть». В Петербурге ей становится лучше. И уже 13 декабря 2015 года, На вечере у Сологуба в честь Вячеслава Иванова, Осип Мандельштам делится с ней впечатлением О великолепном ужине И необычайно парадном чествовании Мэтра русского символизма. Мне кажется, что один мэтр – Это зрелище величественное, А два – немного смешное. Песня о песне Она сначала обожжёт, Как ветерок студённый, А после в сердце упадёт Одной слезой солёной. И злому сердцу станет жаль чего-то, Грустно будет, Но эту лёгкую печаль Она не позабудет. Я только сею, Собирать придут другие, Что же, И жниц ликующую рать, Благослови, О, Боже! А чтоб тебя благодарить, Я смело совершенней, Позволь мне миру подарить То, что любви не тленней. 1916-й, Слепнёва Юрий Михайлович Лотман пишет Традиционное изучение Представляет себе культуру, Как негае упорядоченное пространство. Реальная картина Гораздо сложнее и беспорядочнее. Случайности отдельных Человеческих судеб, Переплетения исторических событий Разных уровней Населяют мир культуры Непредсказуемыми столкновениями. Втройная картина, Которая рисуется исследователю Отдельного жанра Или отдельной Замкнутой исторической системы Иллюзия. Это теоретическая модель, Которая если и реализуется, То только как средняя Между разными нереализациями. А чаще всего она не реализуется вообще. Чистых исторических процессов, Которые бы представляли собой Осуществление исследовательских схем, Мы не встречаем. Более того, Именно эта беспорядочность, Непредсказуемость, Размазанность истории, Столь огорчающая исследователя, Представляет ценность истории как таковой. Именно она наполняет историю Непредсказуемостью, Наборами вероятных случайностей, То есть информацией. Именно она превращает историческую науку Из царства школьной скуки В мир художественного разнообразия. Культура и взрыв. В 1916, в день именин царицы, 23 апреля по старому стилю, Отмечает Анна Ахматова в записной книжке, Ехала в царское село В одном вагоне с Распутиным. Он сидел против меня, И я хорошо разглядела. 11 июля 1916, деревянный Исаакиевский мост, Пылая, плывет кустью Невы. Анна с ужасом глядит на это невинное зрелище. Как ты можешь смотреть на Неву? Как ты можешь всходить на мосты? Я недаром печальный слыву С той поры, как привиделся ты. Черных ангелов крылья остры, Скоро будет последний суд И малиновые костры, Словно розы в снегу растут. 1914. «Не было ни одной нашей разлуки, Чтобы мы не переписывались», Говорила о своих отношениях С Николаем Горемилёвым в 1964. 1 октября 1916 он сообщал. «Дорогая моя Анечка, Больше двух недель от тебя нет писем», Забыла меня. Я скромно держу экзамены. Со времени последнего письма Выдержал еще три. Остаются еще только четыре из пятнадцати. Но среди них артиллерия, увы. Сейчас готовлю именно ее. Какие-то шансы Выдержать у меня все-таки есть. Лозинский сбрил бороду, Вчера я был с ним у Шелейки. Пили чай и читали Гомера. Адамович с Георгием Ивановым Решили устроить новый цех, Пригласили меня. Первое заседание провалилось, Второе едва будет. Я ничего не пишу, Если не считать двух рецензий для биржи. После экзаменов буду писать. Говорят, мы просидим еще месяца два. Слонимская на зиму. Остается в Крыму. Марионеток не будет. После экзаменов попрошусь в отпуск на неделю. Если пустят, приеду к тебе. Только пустят ли? Поблагодари Андрея за письмо. Он пишет, что у вас появилась тенденция меня идеализировать. Что это так вдруг? Целую тебя, моя Анечка. Кланяйся всем. Твой Коля. Верте. Вексель? Я протестовал. Не знаю, что делать дальше. Адрес Е.И. Неизвестен. Письма Гумилёва Кохматовой Ах, это снова ты! Не отроком влюбленным, Но мужем дерзостным, суровым, непреклонным Ты в этот дом вошел и на меня глядишь. Страшна моей душе предгрозовая тишь. Ты спрашиваешь, что я сделала с тобою, Вручённым мне навек любовью и судьбою. Я предала тебя. И это повторять, о, если бы ты мог когда-нибудь устать. Так мёртвый говорит убийце сон тревожит. Так ангел смерти ждёт у рокового ложа. Прости меня теперь, учил прощать Господь. В недуге горестом моя томится плоть, А вольный дух уже почиет безмятежно. Я помню только сад сквозной, сень, нежный, И крики журавлей, и чёрные поля. Ох, как была с тобой мне сладостна земля! Июль 1916. Слепнёву. 7 октября 1916 года вместе с сестрой Ией на Графской пристани в Севастополе она наблюдает гибель линкора императрица Мария морской крепости водоизмещением более 25 тысяч тонн и экипажем в 1220 матросов и офицеров. Флагман Черноморского флота был спущен со стапелей судостроительного завода в Николаеве в июне 1916 года и уже успел изгнать турецкий и германский флот из Чёрного моря. Командующий флотом адмирал Александр Колчак регулярно совершал походы к Босфору и берегам Турции. Первый взрыв на корабле произошёл в 6.20 утра. Сначала матросы услышали шипение горящего пороха, затем из амбразур башни носовой части вырвалось пламя и повалил дым. Подбашенное отделение начали заливать водой, но взрыв предотвратить не смогли и столб пламени с дымом взметнулся на высоту 300 метров. По прибытию на борт Колчака к линкору с разбитой боевой рубкой, мостиком и дырой вместо носовой трубы и фокмачты были подведены портовые суда. К 7 утра пожар начал стихать. Однако ещё один взрыв, более мощный, чем предыдущий, отправил императрицу Марию на дно. Команда покинула тонущий линкор. При взрывах и пожаре погибли 225 матросов, два кондуктора и инженер-механик. 85 человек были тяжело ранены. Расследование к выявлению причин катастрофы не привело. Майский снег Псалом 6 стих 7 Прозрачная ложится пелена На свежий дёрн и незаметно тает, Жестокая студённая весна Налившиеся почки убивает. И ранней смерти так ужасен вид, Что не могу на Божий мир глядеть я, Во мне печаль, которой царь Давид По-царски одарил тысячелетие. Май 1916-го Слепнёва В определённом смысле можно себе представить культуру Как структуру, которая погружена во внешний для неё мир, Обосновывал методы современного литературоведения Юрий Лотман. Втягивает этот мир в себя и выбрасывает его переработанным, Организованным, согласно структуре своего языка. Однако этот внешний мир, на который культура глядит как на хаос, На самом деле тоже организован. Организация его совершается, соответственно, Правилом какого-то неизвестного данной культуре языка. В момент, когда тексты этого внешнего языка Оказываются втянутыми в пространство культуры, Происходит взрыв. С этой точки зрения взрыв можно истолковать, Как момент столкновения чуждых друг другу языков, Усваивающего и усвояемого. Возникает взрывное пространство. Пучок непредсказуемых возможностей. Выбрасываемые им частицы первоначально движутся По столь близким траекториям, Что их можно описывать как синонимические пути Одного и того же языка. В области художественного творчества Они ещё осознаются как одно и то же явление, Окрашенное лишь незначительными вариантами. Но в дальнейшем движения по разнообразным радиусам Разносят их всё дальше друг от друга. Варианты одного превращаются в наборы разного. Юрий Лотман, «Культура и взрыв» По твёрдому гребню сугроба, В твой белый таинственный дом, Такие притихшие оба В молчании нежным идём. И слаще всех песен пропетых Мне этот исполненный сон, Качание веток задетых, И шпор твоих лёгонький звон. Март 1917. Петербург Революционный 1917 год был хаосом, Хотя и как-то организованным на языке, Который Анне Ахматовой пришлось усваивать На родном усваивающем русском, Бродя, впитывая впечатления И ожидая больших перемен. Будет то же самое, что было во Франции Во время Великой революции. Будет, может быть, хуже. Павел Лукницкий, поэт и летописец Анны Ахматовой, документировал. В эти дни февральской революции Анна Ахматова Бродила по городу одна, Убегала из дома. Видела манифестации, пожар охранки, Видела, как князь Кирилл Владимирович Водил присягать полк в Думе. Не обращая внимания на опасность, Ибо была стрельба, Бродила и впитывала в себя впечатление. На мосту встретила Каннегисера, Убийцу Урицкого. Тот предложил её проводить до дому, Она отказалась. Что вы, не так хорошо быть одной. Николай Степанович отнёсся к этим событиям В большой степени равнодушно. 26 или 28 февраля он позвонил Анне Андреевне по телефону. Сказал, «Здесь цепи пройти нельзя, А потому я сейчас поеду в Акуловку». Он очень об этом спокойно сказал, Безразлично. Павел Лукницкий, Акумания, Встреча с Анной Ахматовой Я улыбаться перестала, Морозный ветер губы студит, Одной надеждой меньше стало, Одною песней больше будет. И эту песню я невольно Отдам на смех и поруганье, За тем, что нестерпимо больно, Душе любовное молчанье. Апрель 1915. Царское село. 22 марта 1917 года Николай Гумилёв Читает в рукописи одну из своих поэм «Дитя Аллаха», Привлекая всеобщее внимание гостей Фёдора Сологуба. Анна сидит подле него, Всякий раз подсказывая нужную фразу. Слушатели уверены, Что она помнит поэму наизусть. 15 мая он снова уезжает, Теперь из Петрограда через Швецию и Англию во Францию. На вокзале он особенно оживлён, Устраивают. Устанавливают литературные связи. Кстати, Курнос – просто безызвестный графоман. Но есть другие хорошие переводчики, Которые займутся русской поэзией. Анрэп занимает видное место в комитете И очень много возится со мной. Устраивает мне знакомства, Возит по обедам, вечерам. О тебе вспоминает, но не со мной. Так леди Морель, Дама патронессы, у которой я провёл день Под Оксфордом, спрашивала, Не моя ли жена та интересная, Очаровательная и талантливая поэтесса, О которой ей так много говорил Анрэп. Семья его в деревне, а он или на службе, или в кафе. Вадим Гарнер, который тоже в Индии Хаус, Проводит время исключительно в обществе Третьеразрядных кокотов И презирает Лондон и всё английское. Это Киверлен. Бехгофер, англичанин из собаки, Пригласил меня остановиться у него, А он тоже в Индии. Недурно говорит по-русски И знакомит меня с поэтами. Но все в один голос говорят, Что хороших сейчас нету, У большинства обострённые отношения. Сейчас я буду на вечере у Йейтса, Английского Вячеслава. Мне обещали также устроить встречу с Честертоном, Которому оказывается за сорок, У которого около двадцати книг. Его здесь или очень любят, Или очень ненавидят, но все считаются. Он пишет также и стихи, совсем хорошие. Думаю устроить, чтобы гиперборейские Издания печатались после войны в Лондоне. Это будет много лучше и даже дешевле. Здесь книга прозы, триста страниц, Тысяча экземпляров на плотной бумаге И в переплёте. Стоила ещё совсем недавно пятьсот рублей. Ну, целую тебя и посылаю кучу стихов. Если хочешь, дай их маме. Пусть печатает. Твой всегда Коля. Письма Николая Гумилёва, Кань Яхмат. Не будем пить из одного стакана, Ни воду мы, ни сладкое вино, Не поцелуемся мы утром рано, А в вечеру не поглядим в окно. Ты дышишь солнцем, я дышу луною, Но живы мы любовью одною. Со мной всегда, мой верный, нежный друг, С тобой твоя весёлая подруга, Но мне понятен серых глаз и скук, И ты виновник моего недуга. Коротких мы не учащаем встреч, Так наш покой нам суждено беречь. Лишь голос твой поёт в моих стихах, В твоих стихах моё дыханье веет, О, есть костёр, которого не смеет Коснуться ни забвенья, ни страх, Если б знал ты, как сейчас мне любы Твои сухие розовые губы. Ноябрь 1913. Лето 1917-го Анна Ахматова проводит в Слепнёво. Откуда 22 июля извещает Лозинского. Деревня – сущий рай. Мужики клянутся, что дом наш на их костях стоит. Выкосили наш лук. А когда для разбора этого дела Приехало начальство из города, Они слёзно просили «Матушка-барыня, простите, Уж это последний раз тоже социалисты». Прибывающие дезертиры сообщают, Что положение дел на войне отличное, И крестьяне им свято верят. О матросах-кронштадтцах говорят, Они за самодержавие. И вообще тьма кромешная царит в умах. Из Петрограда и пишут, Что кажется назрела резня. От таких новостей всё делается постылом. Буду ли я в Париже или в Бежицке, Эта зима представляется мне одинаково неприятной. Единственное место, где я дышала вольно, Был Петербург. Но с тех пор, как там завели обычай Ежемесячно поливать мостовую кровью граждан, И он потерял некоторую часть своей прелести в моих глазах. Цитируется по Тименчик «После всего». Проплывают льдины звеня, Небеса безнадёжно бледны. Ах, за что ты караешь меня? Я не знаю моей вины. Если надо, меня убей, Но не будь со мною суров, От меня не хочешь детей И не любишь моих стихов. Всё по-твоему будет, Пусть обету верна своему, Отдала тебе жизнь, но грусть Я в могилу с собой возьму. Апрель 1918 25 октября 1917 года, Когда Анна возвращалась на выборгскую сторону К Валерии с Резневской, В Петрограде развели мосты. Я шла оттуда на Литейной, И в тот момент, когда я очутилась на мосту, Случилось нечто беспримерное. Среди бела дня развели мосты. Остановились трамваи. Ломовики, извозчики, пешеходы Все недоумевали. Цитируется по Черных летопись жизни. Случилось нечто беспримерное. Пространство собственных имен, Пространство взрыва Юрия Лотова. Это в литературе. В истории тьма кромешная Царит в умах, потому взрыв Михаилу Лозинскому. Они летят, они еще в дороге, Слова освобождения и любви. А я уже в предпесенной тревоге И холодней льда уста мои. Но скоро там, где дикие березы, Прильнувши к окнам сухо, шелестят, Венцом червонным заплетутся розы, И голоса незримых прозвучат. А дальше свет невыносимо щедрый, Как красное горячее вино, Уже душистым раскаленным ветром Сознание мое опалено. Лето 1916-го слепнёло. Я научилась просто мудро жить. Откровенность поэта была беспримерной. В 1924 году в окружении Анны Ахматовой Появился молодой Павел Лукницкий, Первый биограф Гумилёва, Автор работы «Труды и дни» Николая Гумилёва 1925-го. До своего отъезда на Памир в 1930 году Он был её доверенным лицом И, как некогда Эккерман за Гёте, Записывал всё, что она сказала, И даже то, что она умоляла не записывать, Но о чём говорила, Чтобы он сам мог уяснить себе Кое-что в творчестве. Однако Лукницкий записывал не всё, конечно, Далеко не всё, и совесть меня мучает, Но если бы этого всего я не записал, Я бы и не запомнил ничего. Из его записей узнаём. В 1918 году Николай Степанович вернулся, Остановился в меблированных комнатах Ира. Была там до утра, ушла к Срезневским. Потом, когда Николай Степанович Пришёл к Срезневским, Анна Ахматова провела его В отдельную комнату и сказала, «Дай мне развод». Он страшно побледнел и сказал, «Пожалуйста». Не просил ни остаться, Не расспрашивал даже, спросил только, «Ты выйдешь замуж? Ты любишь?» А Анна Андреевна ответила, «Да». «Кто же он?» «Шелейка». Николай Степанович не поверил, «Не может быть!» «Ты скрываешь, я не верю, Что это Шелейка!» Павел Лукницкий окумания. И когда друг друга проклинали В страсти раскалённой добела, Оба мы ещё не понимали, Как земля для двух людей мала, И что память яростная мучит Пытка сильных огненный недуг, И в ночи бездонное сердце учит Спрашивать, О, где ушедший друг? А когда сквозь волны фимиама Хор гремит, ликуя и грозя, Смотрят в духу строго и упрямо Те же неизбежные глаза. 1909 Вальдемар Шелейка был специалистом По древней литературе, Поэтом и переводчиком, Соратником Лозинского и Гумилёва По акминистическим опытам в Гипербореи. Они считали его гением, Учёным в духе гофмановских чудаков . С 1919 года Шелейка преподавал В Петроградском университете И, по словам Мандельштама, был для акминистов той же бездной, Какой для футуристов Хлебников. Он звал её Анечка, Она его Володя. Профессор запрещал ей выступать С чтением стихов И участвовать в литературных собраниях. Заставлял уничтожать, Не распечатывая все получаемые ею письма. Часами под его диктовку Она писала тут же переводимые им С листа баллады, Работы по древней Осирии и Вавилону. Он запирал её дома, Чтобы не могла никуда выходить, И она, будучи самой худой женщиной В Петрограде, пролезала под воротами, И сбегала Колье Глебовой Судейкиной И Артуру Турье. Широк и жёлт Вечерний свет, Нежна апрельская прохлада, Ты опоздал на много лет, Но всё-таки тебе я рада. Суда ко мне поближе сядь, Гляди весёлыми глазами, Вот эта синяя тетрадь С моими детскими стихами. Прости, что я жила скорбя, И солнцу радовалось мало, Прости, прости, что за тебя Я слишком многих принимала. Весна 1915-го. Царское село. Вскоре после объяснения Ахматовой с Гумилёвым Они уехали в Бежицк. Лукницкий записывает. В Бежицке, по-видимому, уже догадывались, Потому что перед первой ночью Анна Ивановна, мать Гумилёва, Спросила. Можно вас в одной комнате положить? Этот вопрос был странным. Сколько раз до этого Анна Андреевна и Николай Степанович Приезжали вместе. Спали в одной комнате, И никогда никто их не думал спрашивать. Анна Ивановна получила ответ. Конечно, можно. Я. А после объяснения У Срезневских, как держался с вами Николай Степанович? Анна Ахматова. Все это время он очень выдержан был. Иногда ничего не показывал, Иногда сердился, но всегда это было В очень сдержанных формах. Расстроен, конечно, был очень. Анна Андреевна говорит, Что только раз он заговорил об этом, Когда они сидели в комнате, А Лёва разбирал перед ним игрушки, Они смотрели на Лёву. Николай Степанович внезапно Поцеловал руку Анны Андреевны И грустно сказал ей, Зачем ты все это выдумал? Эта фраза точно передана мной. Павел Лукницкий. О Кумане Стал мне реже снится, слава Богу, Больше не мерещится везде. Лёг туман на белую дорогу, Тени побежали по воде, И весь день не замолкали звоны Над простором спаханной земли. Здесь всего сильнее от ионны Колокольни лаврские вдали. Подстригаю на кустах сирени Ветки те, что нынче отцвели, По валам старинных укреплений Два монаха медленно прошли. Мир родной, попятный и телесный, Для меня, незрячий, оживи. Исцели мне душу, Царь Небесный, Ледяным покоем нелюбви. 17 мая 1912. Киев. 23.10 июня 1918 года Она оставляет дарственную надпись На экземпляре белой стаи. «Моему дорогому другу Николаю Гумилёву. С любовью. Анна Ахматова». 6 июля Яков Блюмкин Убивает германского посла Мирбаха. Вспыхивает мятеж левых эсеров. 17 июля большевики расправляются С царской фамилией в Екатеринбурге. С 5 августа, 23 июля, Анна Андреевна и Николай Степанович Состоят в официальном разводе. Бедный мой разводник. Думал ли он, что через сорок лет Он будет выглядеть как мировой скандальный процесс? А я даже никуда не ходила, Ни с кем не говорила, Абсолютно не знаю, как это происходило. Я просто получила бумажку, Что разведи нас таким-то. Был голод, был террор, Все куда-то уезжали, Многие навсегда, Быта не было, Все разводились. Нас так давно уже все привыкли Видеть врозь, Никто не интересовался чужими делами. До того ли было, Цитируется по черных летопись жизни. Буквально на следующий день Гумилёв вступает в брак С Анной Николаевной Энгельгард, Шутливой прозванной «Анна Вторая». А еще через неделю Анна Андреевна Вместе с Шилейко, Вооруженные мандатами Отдела охраны памятников старины Направо осматривать различные предметы, Имеющие художественную ценность, И накладывать на них печати, Уезжает в Москву. И на ступеньке встретить Не вышли с фонарем, В неровном лунном свете Вошла я в тихий дом. Под лампою зеленой С улыбкой неживой Друг шепчет Сандрильона, Как странен голос твой. В камине гаснет пламя, Тамя трещит сверчок, Ах, кто-то взял на память Мой белый башмачок И дал мне три гвоздики, Не подымая глаз. О, милые улики, Куда мне спрятать вас? И сердцу горько вери, Что близок, близок срок, Что всем он станет мерить, Мой белый башмачок. 1913. 30 августа 1918 года Поэт Леонид Коногиссер Смертельно ранил в голову Председателя Петроградской Чрезвычайной комиссии Моисея Урицкого, Чтобы искупить вину своей нации, Засадеянная евреями-большевиками. Сразу после ареста он заявил, «Я еврей. Я убил вампира-еврея, Каплю за каплей пившего кровь Русского народа. Я стремился показать русскому народу, Что для нас Урицкий не еврей, Он отщепенец. Я убил его в надежде восстановить Доброе имя русских евреев». В тот же день эсэр Кафанни Каплан дважды Выстрелила во Владимира Ульянова Ленина. 3 сентября в 16 часов за аркой 9-го корпуса Московского Кремля она была Расстреляна без суда по устному указанию Председателя ВЦИК Якова Свердлова. В октябре был расстрелян и Леонид Коногиссер. На битву и бесы отпрянут, И сквозь потемневшую твердь Архангелы с завистью глянут На нашу веселую смерть. Леонид Коногиссер Смотр. 5-го сентября Совет народных комиссаров Принял постановление о красном терроре, Устрашении, арестах и уничтожении врагов Революции по принципу их классовой принадлежности. Феликс Дзержинский. Большевики приступили к взятиям заложников Из числа дворян, буржуазии, интеллигенции И расстрелом, расстрелом, расстрелом. Петроград, Москва, большие и малые города, Местечки и села по всей Советской России Ответили на покушение сотнями убийств. Нижегородская чрезвычайка сообщала «Преступное покушение на жизнь нашего идейного вождя, Товарища Ленина побуждает отказаться от сентиментальности И твердой рукой провести диктатуру пролетариата. Довольно слов. Расстрелян 41 человек из вражеского лагеря». К сообщению прилагался список с именами казненных офицеров, Священников, чиновников, Лесничего и редактора газеты. В тот же день в Нижнем Новгороде было взято до 700 заложников. Рабочий крестьянский нижегородский лист декларировал «На каждое убийство коммуниста или на покушение на убийство Мы будем отвечать расстрелам заложников в буржуазии, Ибо кровь наших товарищей убитых и раненых требует отмщения». Экстренный бюллетен ЧК в Маршанске извещал «Товарищи, нас бьют по одной щеке. Мы это возвращаем сторицей и даем удар по всей физиономии. Произведена противозаразная прививка, то есть красный террор». Прививка эта сделана по всей России, в частности в Маршанске, где на убийство товарища Урицкого и ранение товарища Ленина ответили расстрелом. Перечислено 4 человека. И если еще будет попытка покушения на наших вождей революции и вообще работников, стоящих на ответственных постах из коммунистов, то жестокость проявится в еще худшем виде. Мы должны ответить на удар ударом в десять раз сильнее. Цитируется по мельгунов «Красный террор». Высокие своды костела. Синее, чем небесная твердь. Прости меня, мальчик веселый, Что я принесла тебе смерть. За розы с площадки круглой, За глупые письма твои, За то, что дерзкий и смуглый Мутно бледнел от любви. Я думала, ты нарочно, Как взрослый и хочешь быть, Я думала, темно-порочных Нельзя, как невест, любить. Но все оказалось напрасно, Когда пришли холода, Следил ты уже бесстрастно За мной везде и всегда, Как будто копил приметы Моей нелюбви прости. Зачем ты приняла беты Страдальческого пути? И смерть тебе руки простерла, Скажи, что было потом? Я не знала, как хрупко горло Под синим воротником. Прости меня, мальчик веселый, Совенок замученный мой, Сегодня мне из костела Так трудно уйти домой. Ноябрь 1913. 1 ноября 1918 года В газете «Жизнь искусства» Николай Гумилёв объявляет. Ахматова захватила чуть ли не всю Сферу женских переживаний, И каждой современной поэтессе, Чтобы найти себя, Надо пройти через её творчество. Письма русской поэзии. В декабре захватчица Переселяется в комнату «Шелейка» В Шереметьевском дворце. А через год, в декабре 19-го, Когда Анна Андреевна Договор с издательством «Прометей» На переиздании «Белой стаи» Подписала Ахматова вместо «Шелейка», Владимир Казимирович чуть её не убил. По свидетельству Павла Лукницкого Анна Андреевна избрала Казалось бы, наиболее благоприятное Для Николая Степановича положение. Она замкнулась И нигде не бывало. Ни на литературных собраниях, Где могли быть встречи с Николаем Степановичем, Ни у общих знакомых. Казалось бы, Николаю Степановичу Это могло быть только приятно, Но оказалось наоборот. Он её упрекал в такой замкнутости, Не желания ничего делать, И отчужденности. В одну из встреч в последние годы Николай Степанович сказал такую фразу «Твой туберкулёз от безделья». Анна Андреевна говорит, Что, конечно, и она отчасти Какими-нибудь неосторожными фразами, Переданными Николаю Степановичу, Могла вызывать такое отношение. А больше всего виноваты в этом сплетни. Были люди, которые всячески домогались Ссоры между Николаем Степановичем И Анной Андреевной, И старались вызвать в них взаимную вражду. Анна Андреевна не хочет называть фамилии, Но был и рождественский, Да и без корнея дело не обошлось, А я, получив от Анны Андреевны фразу, Что фамилии она называть не хочет, Не стал спрашивать, Но некоторые мысли у меня возникли. Анна Андреевна рассказала О нескольких встречах в последние годы. Так, в январе двадцатого года Она пришла в Дом искусств Получать какие-то деньги, Думаю, что для Шелейка. Николай Степанович был на заседании, Анна Андреевна села на диван в первой комнате. Подошел Эйхенбаум. Стали разговаривать. Анна Андреевна сказала, Что должна признаться в своем позоре, Пришла за деньгами. Эйхенбаум ответил, А я, в моем, Я пришел читать лекцию, И, вы видите, нет ни одного слушателя. Через несколько минут Николай Степанович вышел. Анна Андреевна обратилась к нему на «вы». Это поразило Николая Степановича, И он сказал ей, Отойдем. Они отошли, И Николай Степанович стал ей жаловаться. Почему ты так враждебно ко мне относишься? Зачем ты назвала меня на «вы», Да еще при Эйхенбауме? Может быть, Тебе что-нибудь плохое передавали обо мне? Даю тебе слово, Что на лекциях Я если говорю о тебе, То только хорошо. Анна Андреевна добавила, Видите, Как он чутко относился ко мне. Если обращение на «вы», Так его огорчило. Я была очень тронута тогда. Павел Лукницкий. О Кумане. Бессмертник сух и розов. Облака На свежем небе вылеплены грубо, Единственного в этом парке дуба Листва еще бесцветна и тонка. Лучи зари до полночи горят, Как хорошо в моем затворе тесном, А самом нежном, А всегда чудесном, Со мною пожьи птицы. Говорят. Я счастлив, Но мне всего милей Лесная и пологая дорога, Убогий мост, Вскривившийся немного, И то, что ждать, Осталось мало дней. Лето 1916-го. Слепнёво. Читатели-критик нередко находят в поэте то, Что боятся обнаружить у себя самих. Так, работая над каменным гостем Пушкина, Ахматова была убеждена, Что смогла установить до сих пор Неуловимые комплексы Пушкина Боязнь счастья, То есть потеря его, То есть неслыханного жизнелюбия, И загробной ревности, Загробной верности. Примеры. Ленский. Командор. Ксения Годунова. Донна. Анна. Не это ли загробной верностью, Ревностью, Пугал её брак с Николаем Гумилёвым? И не та ли самая боязнь счастья Ограждает её от того, Чтобы быть счастливой в замужестве Или в литературе, Или в быту? Как странно, но стихотворения Не делают стихотворца счастливым. «Le bonheur est super fait pour moi, Que je ne l'ai pas reconnu, Que je ne l'ai pas reconnu, Que je ne l'ai pas reconnu, Que je ne l'ai pas reconnu. «Счастье так мало создано для меня, Что я не признал его, Когда оно было передо мной» Александра Дюшкина Думали, нищие мы, Нет у нас ничего. В 1965-м она рассказала, Каждое лето я проводила в бывшей Тверской губернии, В пятнадцати верстах от Бежицка. Это не живописное место, Распаханные ровными квадратами На холмистой местности поля, Мельницы, трясины, Осушенные болота, Воротца, Хлеба, хлеба. Там я написала очень многие стихи Четок и Белой стаи. «Белая стая» вышла в сентябре 17-го года. К этой книге читатели и критика несправедливы, Почему-то считается, Что она имела меньший успех, чем Четки. Этот сборник появился При еще более грозных обстоятельствах. Транспорт замирал, Книгу нельзя было послать даже в Москву, Она вся разошлась в Петрограде. Журналы закрывались, газеты тоже. Поэтому, в отличие от Четок, У Белой стаи не было шумной прессы. Голод и разруха росли с каждым днем. Как ни странно, Ныне все эти обстоятельства не учитываются. После Октябрьской революции Я работал в библиотеке Агрономического института. В 1921 году вышел сборник моих стихов «Подорожник». В 1922 году книга «Анма Домини». Примерно с середины двадцатых годов Я начала очень усердно и с большим интересом Заниматься архитектурой Старого Петербурга И изучением жизни и творчества Пушкина. Результатом моих пушкинских студий Были три работы. О Золотом петушке, об Адольфе, Бенджамена Констана и о Каменном госте. Все они в свое время были напечатаны. Работы Александрина «Пушкин и Невское взморье» Пушкин в 1828 году, которыми я занималась почти двадцать последних лет, по-видимому, войдут в книгу «Гибель Пушкина». С середины двадцатых годов мои новые стихи почти перестали печатать, а старые – перепечатаны. Анна Ахмад. Автобиографическая опроса. Я научилась просто мудро жить, Смотреть на небо и молиться Богу, И долго перед вечером бродить, Чтоб утомить ненужную тревогу. Когда шуршат во враге лопухи И никнет гроздь рябины жёлто-красной, Слагаю я весёлые стихи О жизни тленной, тленной и прекрасной. Я возвращаюсь. Лижет мне ладонь пушистый кот, Мурлыкает умильней, и яркий загорается огонь На башенке озёрной лесопильней. Лишь изредка прорезывает тишь Крик аиста, слетевшего на крышу, И, если в дверь мою ты постучишь, Мне кажется, я даже не услышу. 1912 Сразу после выхода третьего сборника стихов Лингвист и литературовед Жермунский Заключает, что в «Белой стае» Окончательно завершается поворот Новейшей русской поэзии От романтической лирики символистов К классическим каноном Высокого и строгого искусства Пушкина. А в январе 20-го В статье «Два направления современной лирики» напоминает, В лирике Михаила Кузмина Мы впервые наблюдаем возвращение классицизма В «Белой стае» Анны Ахматовой Оно сказалось особенно отчётливо. Вот почему мы утверждаем, Что в поэтическом вкусе И в поэтическом творчестве Этих последних лет Намечается новое поэтическое искусство Глубоко отличное от лирики поэтов Символистов Темпоральная плоскость романтической лирики символистов В творчестве Анны Ахматовой Всякий раз непременно обращается К классическим канонам Искусства Пушкинской эпохи. Собственно говоря, эта линия пересечения И есть акмеизм, Который порвал с заветами символистов И в котором отказывала Анне Ахматовой Критика начала прошлого века. Это на макро уровне творчества Декадентской поэтессы. На микро уровне отдельных стихотворений Нередки временные прыжки Из настоящего в прошлое, Которое с той же страстностью По блоку И непременностью глядится в будущее. Эти прыжки во времени Представляют собой ничто иное, Как игру времен, На пути от эстетики к этике Особому религиозному назначению И служению поэта. Когда в тоске самоубийства Народ гостей немецких ждал И дух суровый византийства От русской церкви отлетал, Когда Приневская столица, Забыв величие своё, Как опьяневшая блудница, Не знала, кто берёт её, Мне голос был. Он звал утешно, он говорил, Иди сюда, Оставь свой край глухой и грешный, Оставь Россию навсегда. Я кровь от рук твоих отмою, Из сердца выну чёрный стыд, Я новым именем покрою Боль поражений и обид. Но равнодушно и спокойно Руками я замкнула слух, Чтоб этой речью недостойной Не осквернился скорбный дух. Осень 1917-го. Петроград. В 1925 году молодой языковед-русист, Виктор Владимирович Виноградов, В будущем арестант по делу словистов, Социально опасные элементы, Глава Советской лимонистической школы, Директор Института русского языка, Академии наук СССР, Отмечал. Когда композиция стихотворений Обусловлена приёмами неожиданных сцеплений И пересечений символов предложений, То открыта возможность использовать в эстетических целях Те эмоциональные эффекты, Которые создаются помещенностью Тесно связанных по смыслу предложений В разные временные плоскости. И у Ахматовой нередки Временные прыжки, Которые делают неосуществимой Проекцию её стихов В одну темпоральную плоскость. Вследствие этого образуются Непривычно острые перебои Интонации тембра. Получается впечатление, Что героиня как бы меняет обстановку И план рассказа в процессе течения речи, Переходя неожиданно от одного тона к другому. А с другой стороны Символы предложения, Поставленные рядом, Но проектируемые в разные Временные плоскости, Не двигают действия В собственном смысле, А лишь рисуют В причудливо сменяющемся эмоциональном освещении Глочки разнородных движений, Пересекшихся в одном Фиксированном и так сказать Остановленном миге. Ведь большинство стихотворений Ахматовой Это лирические повести О застывшем миге, И в это единство Замкнутое во мгновение Включены эмоционально подобранные ряды Воспринятых движений и ощущений, Из которых одни Представляются как осуществившиеся В промельке мига, А другие как сопровождающие Все его течение. При этом сам этот миг, Застывший одновременно, То есть в целостной структуре стихотворения, Рисуется и как воспроизводимый В прошлом, и как Остановленный в момент его течения. Происходит не развертывание действия, А наложение одного восприятия на другое, С эмоциональными комментариями обычно, Из двух временных аспектов, Которые переплетаются. Виктор Виноградов О поэзии Анны Ахмады Под крышей промерзшей Пустого жилья Я мертвенных дней не считаю, Читаю послания апостолов я, Слова псалмовпевца читаю. Но звёзды синеют, Но и не пушист, И каждая встреча чудесней, А в Библии красный кленовый лист, Заложен на песни песни. Зима 1915 В Библии красный кленовый лист, В открытой книге настоящего Неизбежность болезни, Холода и террора. Летом 1920-го Закрыли все рынки и магазины. Цена на хлеб возросла С трёхсот до тысячи рублей за фунт. Начался голод. Профессорского жалования Хватало на половину дня, А за переводы для всемирной литературы Шелейка ничего не получал, И если бы не мешок риса, Привезённый комиссаршей Ларисой Рейснер Из Баку, И доставленный Надеждой Павлович К ним в Шереметьевский дом, Голод был бы фатальным. Рис Анна Андреевна раздала соседям, Поголовно больным дизентерией, А себе пару раз сварила кашу. Шелейка, подкошенный Ишиасом и туберкулёзом, Плакался. Неужели бросишь? Я бедный, больной. 3 марта 21-го года В родном городе Гумилёво, Кронштадте, В связи с восстанием моряков, Было объявлено военное положение. К 18-му марта мятеж был подавлен. «Братцы, помогите! Убьют ведь!» Кричали увозимые на казнь матросы. Кто мог им помочь? Гумилёв утверждал, Что если сейчас в революционное время В России отдать власть поэтам, Всё сразу придёт в порядок, И Россия сразу станет первой в мире державой. Ирина Адоевцева. Так говорил Гумилёв. Пустых небес прозрачное стекло, Большой тюрьмы белёсое строенье, И хода крестного торжественное пенье Над Волховом, синеющим светло. Сентябрьский вихрь, Листы с берёзы свея, Кричит и мечется среди ветвей, А город помнит о судьбе своей. Здесь Марфа правила И правил Аракчеев. Сентябрь 1914. Новгород. Председатель Петроградского союза поэтов Говорил и совсем крамольные Для советской власти вещи. Писатель и путешественник, Старший брат знаменитого основателя Московского художественного театра Василий Иванович Немирович Данченко Рассказывал, Как они обдумывали планы бегства Из советского рая. Писатель хотел уходить через Финляндию. Поэт через Латвию. Сошлись на эстонской границе. И вот в таких именно беседах Николай Степанович не раз говорил мне. На переворот в самой России Никакой надежды. Все усилия тех, кто любит ее И болеет по ней, Разобьются о сплошную стену Небывалого в мире шпионажа. Ведь он просочил нас, как вода, губку. Нельзя верить никому. Из-за границы спасение тоже не придет. Большевики, когда им грозит что-нибудь оттуда, Бросают кость. Ведь награбленного не жалко. Нет, здесь восстание невозможно. Даже мысль о нем предупреждена. И готовится к нему глупо. Все это вода на их мельницу. Василий Иванович Немирович Данченко Рыцарь на час Вижу, вижу лунный лук Сквозь листву густых раки, Слышу, слышу ровный стук Неподкованных копыт. Что, и ты не хочешь спать? В год не мог меня забыть, Не привык свою кровать Ты пустою находить. Не с тобою ли, говорю, В остром крике хищных птиц, Не в твои ли глаза смотрю С белых матовых страниц? Что же кружишь, словно вор У затихшего жилья? Или помнишь уговор И живую ждешь меня? Засыпаю В душный мрак Месяц бросил лезвие. Снова стук, То бьется так Сердце теплое Мое. 1915. В апреле 1921-го Одной тысячей экземпляров Так вышел в свет четвертый сборник стихов Анны Ахматовой «Подорожник». «Поэзия Ахматовой – сложный лирический роман», писал в вестнике литературы Борис Эйхенбаум. «Образование такой сюжетной лирики – последнее слово современного лирического искусства. В этом смысле она не менее революционное в искусстве явление, чем Маяковский», цитируется по черных летопись жизни. 25 апреля На вечере в Большом драматическом театре к ней подошел Александр Блок и спросил, «А где испанская шаль?» Это были последние слова, которые она слышала от него. В июне, когда уже был предрешен развод с Шелейко, Гумилёв уехал в Крым. В Севастополе он встретился с сынной Эразмовной Горенко и сообщил ей, что Анна вышла замуж за замечательного учёного и такого же замечательного человека и что вообще всё чудно. Анна Андреевна не отрицает, что была несправедлива иногда в разговорах с Николаем Степановичем, не была в примирительном настроении к нему, огрызалась на него и так далее. Помнит такой случай, кстати, он подтверждает и то, что, несмотря на вражду с Блоком, Николай Степанович вёл с ним иногда беседы, встречаясь во всемирной литературе. Весной двадцать первого года, в марте, Анна Андреевна пришла во всемирную литературу, чтобы получить членский билет союза поэтов, который нужен ей был для представления не то у Кравдому, не то куда-то в другое место. Сутугина написала билет и пошла за Николаем Степановичем, вернулась и сказала, что он занят, сейчас придёт и просит его подождать. Анна Андреевна села на диван. Ждала пять, десять, пятнадцать минут. Подходит Георгий Иванов. Подписал ей за секретаря. Через некоторое время открывается дверь кабинета Тихонова. И Анна Андреевна видит через комнату Николая Степановича и Блока, оживлённо о чём-то разговаривающим. Они идут вместе. Останавливаются, продолжая разговаривать, потом опять идут. Блок расстаётся с Николаем Степановичем, Николай Степанович входит в комнату, где его ждёт Анна Андреевна. Здоровается с ней и просит прощения за то, что заставил её ждать, объясняя, что его задержал разговор с Блоком. Анна Андреевна отвечает ему. Ничего. Я привыкла ждать. Меня? Нет, в очередях. Николай Степанович подписал билет, холодно поцеловал ей руку и отошёл в сторону. Павел Лукницкий. Окумания. Приду туда, и отлетит томленье. Неранние приятны холода, таинственные тёмные селенья, хранилища молитвы и труда. Спокойной и уверенной любови Не превозмочь мне к этой стороне, Ведь капелька новогородской крови во мне, Как льдинка в пенистом дине. И этого никак нельзя поправить, Не растопил её великий зной. И чтобы я не начинала славить, Ты, тихая, сияешь предо мной. 1916. По возвращении из Севастополя Николай Степанович вместе с Георгием Ивановым последний раз навестила Анну Ахмакову. Он был очень сух и холоден, упрекал её, что она нигде не хочет выступать. Она обиделась, что он пришёл не один, и проводила их в тёмной, некогда потайной, винтовой лестнице, которая из квартиры вела прямиком на улицу. Когда Николай Гумилёв спускался по ней, она сказала, «По такой лестнице только на казнь ходить». В ночь на 3 августа 21 года его арестовали. 7 августа умер Александр Блок. 8 августа умер Панихида. В гробу лежал человек, которого я никогда не видел. Мне сказали, что это Блок. Над ним стоял солдат, старик седой, лысый, с безумными глазами. Я спросил им, кто это? Андрей Белый. Записанные книжки. Вся в чёрном, в креповой, густой вуале, Ахматова почувствовала себя дурной. Ей пришлось выйти на деревянную лестницу и стоять, прислонясь к полейнице мелко наколотых дров. 10 августа поэта похоронили. Всё происходило, как в его стихах. Это заметили все и потом часто вспоминали. Когда поклонилась над ним и крестилась, слёзы текли непрерывно. На Смоленском кладбище Анна узнала об аресте Николая Гумилёва. 1 сентября ей сказали только «Николай Степанович», и она сама уже всё поняла. Петроградский орган революционное дело сообщал в подробности. Расстрел был произведён на одной из станций Ириновской железной дороги. Арестованных привезли на рассвете и заставили рыть яму. Когда яма была наполовину готова, приказано было всем раздеться. Начались крики, вопли о помощи. Часть обречённых была насильно столкнута в яму, и по яме была открыта стрельба. На кучу тел была загнана и остальная часть, убита тем же манером, после чего яма, где стонали живые и раненые, была засыпана землёй. Цитируется по Мальгунов «Красный террор». Утешение. Там Михаил Архистратик его зачислил в рать свою. Николай Гумилов Вести от него не получишь больше, не услышишь ты про него. В объятой пожарами скорбной Польше не найдёшь могилы его. Пусть дух твой станет тихо покоен, уже не будет потерь. Он Божьего воинства новый воин, о нём не грусти теперь. И плакать грешно, и грешно томиться в милом родном дому. Подумай, ты можешь теперь молиться заступнику своему. Сентябрь 1914 Царское Село Ахматова захватила чуть ли не всю сферу женских переживаний. Бухты изрезали низкий берег, Дымное солнце упало в море. Не знаю, сколько пройдёт лет, Только в Каперне расцветёт Одна сказка, памятная надолго. Ты будешь большой осоль, Однажды утром в морской доли Под солнцем сверкнёт алый парус. Сияющая громада алых парусов Белого корабля двинется, Рассекая волны прямо к тебе. Тихо будет плыть этот чудесный корабль, Без криков и выстрелов. На берегу много соберётся народу, Удивляясь и ахая, И ты будешь стоять там. Александр Грин, Алые паруса Чулковой Перед весной бывают дни такие, Под плотным снегом отдыхает лук, Шумят деревья весело сухие, И тёплый ветер нежен и упруг. И лёгкости свои дивится тело, И дома своего не узнаёшь, А песню ту, что прежде надоело, Как новую с волнением поёшь. Песна 1915-го Слепнёва Песна 1915-го Слепнёва Песна 1915-го Слепнёва